Илья Эренбург. «Люди. Годы. Жизнь». Книга седьмая. Издательство художественной литературы «Москва. 2000 год». Читает Саша Жукова. Первое. 1853 года был все еще незаконченной главой истории. Да и я не мог предвидеть, что судьба мне подарит еще несколько лет. Недомыслие оправдывалось незнанием. Однако в 1965 году, внося в шестую часть некоторые дополнения, я уже видел, что «Десяток прожитых мною лет» — это новая седьмая часть книги. И все же обрывал рассказ на оттепели. Правда, я частенько нарушал хронологию, прежде всего рассказывая о людях живых, о Пикассо, о Неруде или об ушедших после 1953 года, о Жолио-Кюри, Фадееве, Фальке, Назыме-Хикмете, Пастернаке и других. В заключительной главе шестой части я коротко перечислял некоторые события последующих лет. Почему я обрывал книгу воспоминаний? Некоторые читатели, рассердившись, приписывали это решение страху. Когда-то поэт Алексей Толстой закончил шутливую историю России откровенным признанием. «Ходить бывает склизко по камешкам иным, и так, о том, что близко, мы лучше умолчим». Однако издание предшествующих частей стоило мне немало усилий, и не страх перед трудностями останавливал меня. Нужно было время для того, чтобы кое-что разглядеть и понять. Теперь я знаю, что последнее десятилетие многое изменило и в жизни мира, и в моей внутренней жизни. Мне есть о чем рассказать, и молчание было бы справедливо истолковано читателями, как желание отмолчаться, духовно выйти на пенсию. Я помню, как меня поразил в детстве оборванец, который, попросив у моей матери двух гривен и сказал, «Бедность, сударыня, не порог, но большое свинство». То же самое можно сказать и о старости. Сил становится меньше, впечатлительность ослабевает, мир невольно сужается. Да и с тобой вместе стареют, болеют, а потом уходят твои близкие, друзья, сверстники. Это ощущение, если не духовного одиночества, то бытовой одинокости грозит отъединением. Человеку моего возраста, который сознает такую опасность, приходится все время спорить не только с другими, сколько с самим собой. Он должен отстранить искушение брюзжать на новые нравы, отворачиваться от современного искусства, считать ошибкой все, что бурно, бессеремонно врывается в налаженную жизнь. Многие черты нашего времени могут казаться спорными, порой немилыми, но теперь я понимаю происходящие перемены куда отчетливее, чем 10 лет назад. Я уже говорил, что 20 век начался, если забыть про календари, в 1914 году, но только 50 лет спустя он окончательно распрощался со своим предшественником. Его лицо теперь резко обрисовано, и человеку, как я, засидевшемуся в жизни, глупо рассуждать о том, что искусство потускнело, или что молодые люди чересчур рассудительны. Река истории, ставшая в 40-е годы подземной, начинает вырываться из темноты. Молодые люди различных европейских стран еще не созрели, они еще не уверены в своем назначении, но они уверены в своем пренебрежении к доверчивости, многословию, сентиментальности своих отцов. Они не похожи на подростков 1936 года, которые мечтали добраться до Испании, чтобы отстоять от фашистов в Мадрид. Многие слова звучат по-другому. Баррикады, например, стали реквизитом романтического театра. Война связана не с окопами или танками, а с атомным грибом. Космос рождает дорожную лихорадку. Разворачивая газету, молодые люди начинают со спортивных новостей. Они любят выставки и на полотна Пикассо смотрят, как на электронные машины. Реже спорят о романах, хотя много читают. Охотнее говорят об очередном полете космонавтов, о новой строительной технике или о футбольном матче. Их не обольщают кумиры прошлого. Они хотят все проверить на ощупь. И многие, если не вечные, то многовековые идеалы расползаются под непочтительной рукой, как пышные древние ткани. Я встречал в разных странах отцов, валивших многое на детей. Люди, пережившие ужасы войны, годы боев, фашистскую оккупацию, считают, что послевоенному поколению досталась куда более завидная судьба. С негодованием они говорят о русте хулиганства и преступности, о скептицизме и карьеризме молодежи. Что, однако, могли унаследовать от отцов молодые люди, которые начали выходить на сцену истории в послевоенные годы? Наивность одних, осторожность других, равнодушие третьих. Вчерашний героизм солдат заслонялся будничным малодушием и растерянностью демобилизованных. Еще нужно было отстраивать разбомбленные города. Для молодых рук было вдоволь работы, а для серьезных размышлений оставалось мало времени. Наращивалось ужасающее ядерное оружие. В ООН, в различных парламентах и комиссиях все говорили о необходимости разоружения, и все продолжали вооружаться. Хиросима открыла новую школу. Морали в ней не обучали. Юноши, слышавшие каждый день разговоры о том, что Третья мировая война может начаться через год или через месяц, привыкли к жизни, связанной с ощущением возможности катастрофы. Люди привыкают ко всему. К соседству с вулканом, к землетрясениям, к циклонам. Они привыкли и к возможности ядерной войны. Однако под прикрытием будин, работы или лекций, футбольных матчей или фильмов зреет новое сознание, набирает силы еще недавно высмеиваемая совесть. Вьетнамская война может казаться различным государственным деятелем, выгодной или глупой, нападением или защитой загнивающего строя. Однако молодые люди повсюду, даже в самой Америке, видят прежде всего ее безнравственность. Ханжеский пуританизм и гоцеркви сдались перед послевоенным поколением в большинстве западноевропейских стран. Начался культ тела, освобожденного не только от былых запретов, но и от былых эмоций. Фильмы передовых кинорежиссеров показывали встречи, где мужчин и женщин сводит скука, случайная прихоть, ранняя присыщенность. Газеты заполнили свои полосы детальным описанием убийств, истязаний, изнасилований. Романтическая тоска подростков приносила доходы автором скандальных репортажей, торговцем наркотиками, продюсером дурных кинокартин. Когда я был подростком, я часто слышал слова «сорвать фиговый листок». Подростки в 50-е годы старательно обрывали капустные листья. Теперь как будто намечается перелом. Молодежь понимает, что наука или политика без морали, любовные похождения без любви – это тот зайчий соус без зайца, о котором как-то говорил Достоевский. Что могла вынести французская молодежь из долголетней войны в Алжире, где представители мнимой культуры совершенствовали пытки? Да только отчаяние и взрывчатку. Могли ли перестать сердиться сердитые молодые люди Англии, читая о расправах в Кении? Прошлый век оставил нам в наследство многие высокие принципы. И в молодости я считал, что расовые или национальные предрассудки доживают последние дни. Можно, конечно, отнести изуверство немецких фашистов к безнадежным попыткам изменить ход истории. Однако и другие события последних 20 лет говорят о росте национализма, порой расизма. Колонизаторы и американские рабовладельцы слишком долго попирали национальное и человеческое достоинство. Накопилась лютая ненависть, счет представлен и расплата проводится в той же монете. Освободители, разумеется, лицемернее и гнуснее освободившихся. Я встречал бельгийских социалистов, проклинавших Лумумбу и требовавших военного вмешательства во внутренние дела Конго. Их английские единомышленники теперь отказываются вмешиваться во внутренние дела Родезии. Не хотят применять силу к сторонникам расового насилия. Толстовцы в одном, каннибалы в другом, они сами приписывают к кровавому счету новые цифры. Да что говорить о социал-демократах? Великая держава Азии, считающая себя блюстителем коммунизма, ежедневно твердящая на сотни языков о святости братства и интернационализма, воспитывает свою молодежь в духе подлинного расизма. Необходимо видеть мир таким, каков он есть, и не принимать желаемое за действительно существующее. Я не хочу этим сказать, что идея человеческой солидарности неверна. Я по-прежнему убежден в ее правоте. Но теперь я вижу петли длинного пути, которые порой выглядят как поворот назад. Я знаю, что многое казалось нам куда более легким, быстрее осуществимым, чем оказалось на деле. И что потребуется немало времени, прежде чем принцип интернационализма станет обязательным для разномыслящего и разновозрастного человечества. В повести «Скучная история», написанной Чеховым, когда ему не было еще 30 лет, герой с горечью думает об отсутствии у него общей идеи. Некоторые критики пытались истолковать эту повесть как тоску автора по религии, хотя Чехов был атеистом и никогда не пытался обмануть себя прикладной метафизикой. Старый медик в скучной истории называл общей идеей некую сумму философских и моральных понятий своего времени. Различные религии долго претендовали на монопольное обладание общей идеей. Однако живое тело постепенно превращалось в мумию, катехизис оказался куда долговечнее веры. Я с любопытством читал отчеты о заседаниях Вселенского собора, созванного Ватиканом. Они напоминали прения в одном из западноевропейских парламентов, хотя собор обсуждал не параграфы Конституции, а догмы, слывшие прежде непогрешимыми. Непорочность зачатия Святой Девы или ответственность евреев за распятие Христа. Либеральные епископы предлагали заменить железные цепи поясами из каучука. Приспособление древних догматов к современному сознанию вряд ли спасет их от смерти. Середина 50-х годов означала для многих миллионов людей кончину различных мифов. Воскресить их никому не дано. Конечно, жить под небом, где кружатся спутники, труднее, чем под небом, заселенным богами или ангелами. Труднее уверовать в силу человечности, чем в мудрость человека, возведенного вожди. Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров, и их не выбирают. Когда я говорил о критическом отношении молодых людей нашего времени к идеалам прошлого и думал о разномастных общих идеях, которые их отцы принимали на веру, заучивали в младенчестве, как таблице умножения. Ёноши и девушки нашего времени отнюдь не удовлетворены ни полнотой, ни общностью общей идеи. Они хотят ее пополнить или создать из суммы точных познаний, личного опыта, частных или порой спорных обобщений. После всего, что я описал в предыдущих частях моей книги, мне незачем настаивать на однородности развития нового поколения. Молодые люди знают куда больше, чем чувствуют. С этим связано не только скудение философии, да и других гуманитарных наук, но и падение роли искусства в жизни общества, обеднение чувствований, изображения, этики. Прежде гуманитарные факультеты представляли элиту наций. Ёноши искали ответа, намучившие их вопросы не только у Льва Толстого, но даже у Стринберга, Леонида Андреева, Поля Бурже. Теперь математические и физические факультеты притягивают лучших людей нового поколения. Там можно убедиться, что любовь к точности не убивает фантазии. Даже в области музыки, поэзии, живописи молодые физики куда более осведомленны и более требовательны, чем их товарищи, студенты философского, исторического или юридического факультетов. Видимо, надежды на гармоничного человека, на общую идею, которая родится из раздумий и поисков молодых людей, нужно теперь связывать не с трудами запоздалых философов, будь они экзистенциалистами, не оппозитивистами или не атомистами, и не с культурной революцией, предпринятой догматиками, которые видят в любом движении критической мысли преступный ревизионизм, а с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением в носителях знания, морального сознания, совести. Эта глава может озадачить некоторых читателей. Чего ради, отметая запоздалых философов, автор сам расфилософствовался? Такие обобщения полагается давать разве что в эпилоге, а я их выложил в начале последней части книги о моей жизни. Я буду говорить о событиях и о людях, и о себе. Поздний вечер был трудным и неспокойным, но я жадно приглядывался к молодым. Человеку свойственно думать о будущем, даже если он знает, что для него там не будет места. Но мне хотелось до того, как начать рассказ, обрисовать хотя бы в самых общих чертах климат эпохи. Второе. С того дня, когда я отнес в знамя рукопись оттепели, до 20-го съезда партии, прошло всего два года. В памяти многих событий тех лет потускнели. 1954-1955 годы кажется затянувшимся прологом в книге бурных похождений, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым. Сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. 63 года я узнал вторую молодость. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливости прошлого не было случайностью. Оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Годы, прошедшие после смерти Сталина, многое предопределили. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от превзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами. Происходило это не по указке. Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских номерах 1954-1955 годов восторженные статьи о великом продолжателе дела Ленина. В них превозносились не только политические добродетели Сталина, но также его скромность, даже гуманность. Слова культ личности толковались по-разному. Критик Владимир Ермилов корил Первенцева за то, что он в романе «Матросы» окружил героя культом личности. Литературная газета за два месяца до 20-го съезда писала, «Сталин выступал против культа личности». Далее говорилось о благородном влиянии Сталина на развитие советской литературы. За год до того мы узнали о посмертной реабилитации Бабеля, Чаренца, Тецана Табидзе, Яшвили и многих других. Статьи ничего не выражали, да и ничего не отражали. Сразу такие дела не делаются. И если люди еще побаивались говорить о многом, что оставалось несказанным, в глубине их сознания подготовлялись события 1956 года. Второй съезд писателей собрался через 20 лет после первого, и его шутя называли по роману Дюма «Двадцать лет спустя». Накануне открытия съезда в Центральный комитет пригласили сотню писателей, в том числе и меня. Выступили многие писатели с самыми различными оценками современной литературы. Последним в списке был крупный писатель, неизменно причисляемый к классикам советской литературы. Я не называю его имени, потому что в книге воспоминаний избегаю всего, что могло бы показаться читателю сведением личных счетов. Этот писатель нападал на мою оттепель. Вынув из кармана листок, он прочел мои стихи, написанные весной 1921 года. «Но люди шли с котомками, с кулями шли и шли, и дни свои огромные тащили, как кули. Раздумий и забот своих вертели жернова. Нет, не задела оттепель твоей души, Москва». Стихи эти слабые, как и другие, написанные мной в то время, не содержали криминала, а вырванные с книжки строки прозвучали иначе, и оратор легко связал их с повестью оттепель. Однако главный сюрприз был впереди. Писатель-классик, припомнив мой давний роман в проточном переулке, сказал, что в нем я изобразил дурными русских людей, а героем показал еврейского музыканта Юзика. Я вздохнул, но не удивился. Мне было уже 63 года. Поэт Александр Безыменский потребовал слова. Хрущев ответил, что совещание кончилось. На следующее утро газеты сообщили о совещании, но, разумеется, о прениях ничего не говорили. Я позвонил Петру Поспелову и сказал, что не хочу идти на съезд. Петр Николаевич ответил, что двум товарищам, Классику и Безыменскому, указано на недопустимость их поведения, а мое отсутствие будет плохо истолковано. Хотя я и написал оттепель, я сам еще не успел по-настоящему оттаять и пошел на съезд. Сценографический отчет всех выступлений был опубликован. Когда просматриваешь 600 страниц убористого шрифта, невольно вспоминаешь, что было за 20 лет до этого, в 1934 году. В 1934 году писатели горячо спорили. Съезд проходил во время больших, хотя и не оправдавшихся надежд. Были иллюзии о значении съезда для развития литературы. Все было вновь. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие писатели умерли. Максим Горький, Толстой, Пришвин, Тынянов, Ильф, Сейфулина, Яновский, Серафимович. На войне погибли Петров, Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов. В годы беззакония навеки исчезли Бабель, Чаренц, Цициан Табидзе, Яшвили, Бруноясинский, Пельняк, Артем Веселый, Перец Маркиш, Бергельсон, Квитко, Кольцов, Микитенко, Фефер. Многие крупные авторы Паустовский, Пастернак, Олеша, Всеволод Иванов, Сельвинский, Светлов, Гроссман значились в списке делегатов, но они не выступали, их даже не выбрали в президиум. Среди иностранных писателей, приехавших на съезд, было немало известных, даже знаменитых. Арагон, Пабло Неруда, Анна Зегерс, Гильен, Назин Хикмет, Жоржа Амаду, Майорова, Садовяну, Артур Лундквист. Но в отличие от гостей первого съезда, они ограничивались приветствиями или коротким обзором литературы своих стран, не принимая участия в обсуждении проблем, поднятых докладом и содокладами. Соблюдали нейтралитет. Открыла съезд Ольга Форш, ей тогда было за 80. Она прочитала по бумажке, «Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти Сталина. Почтим память Иосифа Писсарионовича вставанием». Докладчики не забывали давних оценок. Симонов, например, охарактеризовал повесть Казакевича «Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина не просто ошибкой талантливого писателя, а его решительным отходом от самого существа метода социалистического реализма. Теперь в литературной энциклопедии можно прочитать, что критика повести была необоснованной. Докладчики-содокладчики отзывались похвалой об авторах, не очень одаренных, но зато благонравных, хвалили и друг друга. В докладе Пастернак и Заболоцкий были названы только среди 20 переводчиков, а Зощенко, разумеется, никто не упомянул. Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цветаевой. Полемизируясь с Кирсановым, поэт Грибачев сказал, «Если таким образом произвести цитатную операцию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, то он на глазах почтенной публики легко может превратиться в нечто среднее между Мариной Цветаевой и купцом Алябьевым, который, по свидетельству Горького, писал такие стихи «Пароходы, маровозы, гыр-гыр, гар-гар, гадят Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар». В 1954 году советские читатели не знали поэзии Цветаевой. Теперь они смогут оценить слова Грибачева. «Докладчик Сурков, садокладчик Симонов осуждали мою оттепель и времена года веры по новой». Потом в разной форме такие же порицания были высказаны Шолоховым, Ермиловым, председателем ЦК Комсомола Рапохиным, Кочетовым. Каждый из присутствующих понимал, что осуждение двух книг не было случайным совпадением писательских оценок. Для того, чтобы уравновесить осуждение, был принесен в жертву роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Его называли лакировкой действительности. Все это было отнюдь не новым и показывало, что писатели не зря прожили 20 лет после первого съезда. Да и выступавшие охотно ссылались на девятнадцатый съезд партии, припоминали слова Маленкова о наших Гоголях и Салтыковых-Щедриных. Некоторые, то ли по рассеянности, то ли от избытка рвения, защищали кампанию 1949-1950 годов против космополитов, забывая, что многое в нашей стране изменилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти не решался. Я ведь был обвиняемым, и это могло быть истолковано как бегство. Добрые или недобрые пастыри, которые пасли писательское стадо, менялись. Некоторым это занятие нравилось. При Сталине все было просто. Нужно было только узнать, как он отнесся к той или иной книге. После его смерти стало труднее. Были писатели, слишком доверявшие своему нюху. Их оценки книг диктовались тем, как они видели завтрашний день. Я вспоминаю старый одесский анекдот. Еврей спрашивает свою жену, что мне взять, зонтик или палку? Возьми зонтик, может пойти дождь. А если дождь не пойдет, я буду выглядеть дураком? Тогда возьми палку. Ну, можно ли слушать женщину? То она говорит, возьми зонтик, то возьми палку. А я ничего не возьму. Я и не собираюсь выходить из дому. Предсказывать погоду дело трудное. И во всех странах мира посмеивается над просчетами институтов прогноза. Писатели, доверявшие своему нюху, в конце концов поняли, что ошибались больше других. Танцевали, когда гробовщик обмерял покойника и плакали на взрыв, когда мамаши пекли пироги на свадьбу. Пастыри мало-помалу становились обыкновенными пастухами, без излишних теорий и без рискованных прогнозов. Веру по-нову обвиняли в объективизме. Эта формулировка Симонова прижилась. Десять лет спустя мою книгу «Люди. Годы. Жизнь» упрекали одновременно и за объективизм, и за субъективизм. Вероятно, потому что два греха тяжелее одного. Вера Федоровна не смогла приехать на съезд и судили ее заочно. Я в своем выступлении сказал, что обвинение в объективизме по-новой мне кажется недопустимым. Вскоре, после конца съезда, я получил от Веры Федоровны письмо. Она желала мне хорошего Нового года и добавляла «Для всех нас желаю, чтобы и у нас в нашем ремесле наконец наступила оттепель». На седьмой день съезда выступил Шолохов. Его речь меня не удивила. И до того, и после я не раз слышал или читал его выступление, выдержанный в том же тоне. Но кто-то наверху, видимо, обиделся или рассердился. Забыли даже оттепель и времена года. Почти все выступавшие осуждали речь Шолохова и Гладков, и Турсун-Заде, и Ермилов, и Антонов, и Федин, и Фадеев, и Рюриков, и Симонов, и Сурков. Для меня было непонятно такое единодушие, не понимаю его и теперь. Все же я был неправ, сравнив второй съезд с первым. Одно дело первый бал, где танцуют, краснеют и влюбляются семнадцатилетние девушки, другое чувство тридцатисемлетней женщины, прожившей нелегкую жизнь. Начиная с 1936 года и до весны 1953 судьба не только книги, но и автора зависела от прихоти одного человека, от любого вздорного доноса. В течение 20 лет и писатели, и читатели старались отучить от неподходящих мыслей. Однако многие выступления на втором съезде были интересными. Писатели защищали достоинства литературы. Вениамин Каверин говорил, «Я вижу литературу, в которой редакции смело поддерживают произведения, появившиеся в их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на вещи, и не давая в обиду автора, нуждающегося в защите. Я вижу литературу, в которой любой самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги – это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью. Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа, и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии. Мариэта Шагинян сказала, «У критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, не хватает простого гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться. Тем самым критик показывает, что ему в сущности очень мало дела до действительной оценки вещи, до ее правильного раскрытия, а главное, чему он стремится, это попасть в тон установившейся конъюнктуры». Вот слова Маргарита Легер. «А виноваты общие условия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в последние годы в союзе писателей, где творческий разговор подменяется нередко начальственным стучаньем кулаков по столу, а всякое раздумье, попытка по-своему осмыслить и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое намерение сразу именовались разными страшными словами». Ольга Бергольц привела пример. «Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса «Сурова Зеленая улица» плохая пьеса и тоже лежит, по сути, за гранью литературы. Однако, что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номер литературной газеты и руками развела, прочитав на одной странице высказывания Сафронова, что у него при чтении этой пьесы растут крылья, на другой странице Симонова, который говорит, что Суров прокладывает новую лыжню в искусстве. Семен Кирсанов взывал «Нам противопоказан учрежденческий стиль работы, и в нашем союзе не должно быть ни начальников, ни просителей, ни условий, порождающих тех и других». Поэт Александр Яшин высмеивал рассуждения критиков «Замордовали лирику, и нас же в этом винят. Из любовной лирики у нас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруги». Но чтобы не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений, наслаждался своеобразный лирический бюрократизм. Вера Китлинская, рассказав, как роман «Веры Пановой вдруг начали чернить, так закончила свое выступление. «Мы хотим и требуем, чтобы любители проработок и убийственных ярлычков просто не могли просочиться на странице печати, чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нарушение норм социалистического общежития. Мне было трудно говорить в полный голос. Я был проработан по первому разряду, весь облеплен ярлычками. Все же я сказал, можно только горько усмехнуться, представив себе, что стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 году принес свои первые стихи на улицу Воровского. Одни из руководителей Союза писателей, резонно говоря о значении средних писателей, сказал, что без молока не получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное сравнение, можно сказать, что без коров не получишь и молока. На первом съезде нас глубоко трогали делегации читателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о своей любви к советской литературе. На втором съезде мы редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные книги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что нелепо толковать на съездах о том, как писать книги, и что художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем красноречие. Мы знали, что дело не только в секретариате Союза писателей, да и не только в критиках, которые противоречат себе, начинают вдруг поносить то или иное произведение, а в общих условиях нашей работы. Я не стану останавливаться на произведениях советских авторов. Лучше расскажу о судьбе перевода книги Хемингуэя «Старик и море». Это, по крайней мере, смешная история. В 1955 году решили выпустить журнал «Иностранная литература». Редактором назначили Александра Чаковского. Мне предложили войти в редакционную коллегию. Я долго колебался и все же согласился. Может быть, смогу помочь опубликовать ту или иную хорошую вещь. Александр Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрание редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить, Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать «Старика и море». Молотов сказал, что это глупая книга. Недели две спустя я был у Молотова по делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я попросил разрешения задать вопрос. Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой? Молотов изумился, сказал, что он в данном случае нейтралист, так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции. Старик и море пойдет. Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя, о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать «Старик и море». Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели. А дальше что? Дальше ничего, конец, Вячеслав Михайлович сказал, но ведь это глупо. Вот резоны, которые чуть было не заставили редактора отказаться от опубликования повести Хемингуэя. Легко понять, как в наступающем десятилетии жили проработчики и писатели. Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики, но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах. Случай с Хемингуэем в 1955 году не был единичным, и я вышел из редакционной коллегии иностранной литературы еще до выхода первого номера. Два года спустя я отдал в этот журнал очерк уроки Стендаля. На очерк обрушили самодеятельный проработчик Тамапцев, потом Кнепович. Мечты Каверина оставались мечтами. И Чаковский поспешил заявить на заседание Президиума Союза писателей, отчет был опубликован. Ошибкой редакции была публикация статьи Ильи Эренбурга уроки Стендаля, содержащий полемику с основополагающими принципами советской литературы. Недавно ко мне пришел Каверин. Мы заговорили о нашей литературе. Вениамин Александрович остался оптимистом, хотя той литературы, о которой он мечтал в 1954 году не увидел, может быть, и не увидит. Он говорил, что любой средний писатель в любом журнале пишет теперь свободнее, и что конъюнктурщикам пришлось потесниться. Это правда, и объясняется это прежде всего духовным ростом читателей. Сто лет назад писатели учили молодую русскую интеллигенцию мыслить и чувствовать. Положение изменилось, и как это непарадоксально звучит, я решусь сказать, что теперь читатели многому научили среднего писателя. Третье. Я просмотрел старые подшивки газет 1954, 1955 и 1956 годы, последний до событий в Венгрии, были помечены некоторая разрядка международной напряженности или, как говорили западные обозреватели, началом оттепели. Газетная бумага быстро дряхлеет, стареет, и листы кажутся хроникой далекого прошлого. Однако слишком многие статьи могли бы быть написаны вчера. В те годы мы слишком предавались иллюзии, да и слишком легко отчаивались. В мае 1954 года я попал в Париж, должен был вручить Пьеру Коту премию мира. После Парижского конгресса мне не давали французской визы. Это было неизменным, хотя правительство во Франции менялись каждые полгода. Я увидел Париж после пятилетней разлуки. Поехал я с Любой, и Кот уговорил нас поселиться в отдельной квартире, служившей ему рабочим кабинетом. Жил он в старой части Парижа, на острове Сен-Луи, где любой дом казался историческим памятником. Конечно, город изменился. Площади, набережные, улицы еще гуще были запружены и заставлены машинами. Росли огромные пригороды, бары с едким голубоватым светом или снэк-бары по-нашему, забегаловки, вытеснили старые уютные кафе. Однако Париж трудно изменить, слишком много в нем старых домов, цепких привычек надышанного воздуха. Рано утром я бродил по узеньким улочкам Сен-Луи, влюбленные расставаясь, долго старательно целовались, на ручных тележках лежали букетики ландыши, старики прогуливали собачонок, овечная чешуя сены, что не мгновение менялось. Клод Руа повез нас через всю Францию в Баларис, где жил тогда одинокий Пикассо. Весь день он работал в мастерской, а домик казался нежилым, запущенным. На полу я увидел груду нераспечатанных писем. На площади стояла статуя Пикассо, человек с бараном. Шел дождь, но мы не могли оторваться от чудесной скульптуры. Год спустя я увидел в Парижской ловчонке открытку. Пикассо показывает свою скульптуру приезжему художнику. Дождь не помешал профессиональному фотографу. Там же я увидел заброшенную часовню, на стенах которой Пикассо написал «Войну и мир». На обратном пути мы остановились в Лионе. Я навестил Эдуарда Эрио. Французы спорили о политике, о войне в Индокитае, одни называли ее злосчастной, другие грязной, о планах восстановления германской армии. Спорили долго, но без былого ожесточения. Заводы начинали менять устаревшее оборудование, безработицы не было, в магазинах толпились покупатели, довольство чувствовалось повсюду. Однажды Пьер Котт сказал мне, что со мной хочет побеседовать депутат, радикал Мендес Франц. Это человек с будущим. Люба ушла к друзьям, и мы долго разговаривали. Мендес Франц оказался молодым, ему тогда было 47 лет, говорили мы о международном положении. Я сразу понял, что для Мендес Франца я скорее почтовый ящик, нежели собеседник. Он сказал, что по всей вероятности скоро станет премьер-министром, говорил о том, что сможет сделать и чего нельзя от него ожидать. Нужно во что бы то ни стало покончить с войной в Индокитае. Лично он против европейского оборонительного сообщества, то есть против создания многонациональной армии Западной Европы. Однако необходимо считаться с пожеланиями Соединенных Штатов, да и глупо озлоблять канцлера Аденаура. Мендес Франц хочет улучшить отношения Советским Союзом, но, помолчав, он угрюмо добавил, «Пусть русские не предаются чрезмерным иллюзиям, теперь не времена Народного Фронта. Помню, вечером я сказал Люби, он скептик вдвойне, как Мендес и как Франц». Мы встретились с Мендес Францем 12 лет спустя. Многое успело измениться и, прежде всего, отношения Францы к Вашингтону, Бону, Москве. Но Мендес Франц остался скептиком. Это умный и волевой человек, только сомнения или осторожность его часто останавливают. Политические противники говорят о нем с уважением. Один крупный голист сказал мне, Мендес мог бы стать министром финансов Деголя с большими полномочиями, но он предпочитает оставаться в оппозиции. Без соли не проживешь, но из одной соли никто не изготовит блюда. Поражение Франции при Диен-Бьенфу помешало французам полюбоваться танцем Улановой. Власти в запальчивости запретили спектакли московского балета. Но поражение привело к власти Мендес Франца. Месяц спустя в парламенте он получил 419 голосов. Против него проголосовали всего 47 депутатов. Женевская конференция министров иностранных дел, в которой участвовали Мендес Франц, Фам Ван Донг, Молотов, Иден, Джо Энляй и Далес положила конец войне в Индокитае. Конференция признала единый и независимый Вьетнам, но приняла компромиссное решение временно разделить его на две зоны, гарантируя общие свободные выборы в 1956 году. С тех пор прошло не два года, а свыше 12 лет. Место Франции в Южном Вьетнаме заняли американцы. Что ни день в Сайгоне менялись марионеточные правительства. Началась гражданская война. Американцы давно позабыли о решениях Женевского совещания. Они заняты не выборами, а бомбежками Северного Вьетнама. Мир потрясен сопротивлением маленькой страны со слабой промышленностью на падение 200 миллионов индустриальной державы. А летом 1954 года не только я, но даже скептический Мендес Франс считал, что в Юго-Восточной Азии воцарится спокойствие. Газета Лемонт писала, было бы бессмысленным обеспечить мирное сосуществование в Юго-Восточной Азии, если холодная война будет продолжаться и обостряться в Европе. Один вопрос сейчас главенствует, будет ли вооружена Нанова Германия и если будет, то во имя чьих интересов. В осень 1954 года было много надежд и много тревоги. Впервые за 30 лет примолкли пушки, не падали бомбы. В ноябре в Стокгольме собралась сессия Всемирного Совета Мира. Недавняя победа преподымала 400 человек, приехавших из разных стран. Мы помнили, как издевались газеты, когда мы предлагали представителям пяти великих держав сесть за круглый стол, и вот в Женеве именно это и произошло. Некоторые сели неохотно на самый край перево Германии. Правда, в августе французский парламент значительным большинством отказался ратифицировать европейское оборонительное сообщество. Но вскоре французам поднесли новое блюдо – Парижские соглашения. Германской Федеративной Республике предоставлялось право сформировать 12 дивизий и войти в западный военный блок. Французы волновались. Все понимали, что ограничение вермахта – увертка, что дивизии растут быстрее, чем дети. И все вспоминали оккупантов на двух берегах сены. На сессии Всемирного Совета видное место занимал вопрос об европейской безопасности. Бог ты мой! Этот вопрос волнует европейцев и теперь. Говорят безопасность, а думают об опасности. В 1954 году американские английские политики пытались успокоить всех разговорами о том, что немецкий милитаризм якобы похоронен навсегда. 12 лет спустя их ждал неприятный сюрприз. На выборах в некоторые региональные парламенты Западной Германии, в провинции Гессен отнюдь не худший, новая партия национал-демократов, вдоволь воинственная, набрала много голосов, получила 10 мест в парламенте. Название никого не обманет. Гитлер окрестил своих приверженцев национал-социалистами, хотя социалистов они предпочтительно убивали, национал-демократы, разумеется, никакого отношения к демократии не имеют. Легко догадаться, как я относился к воскрешению «Рейхсвера». Я знаю, что многие люди в Западной Германии считают меня человеком с предвзятым мнением, слепо ненавидящим немцев. А мне ненавистен любой национализм, и немецкий, и французский, и русский, и еврейский. Осенью 1966 года я был на праздновании столетия со дня рождения Ромена Ролана в прекрасном местечке Везели. Там собрались люди из разных стран, говорили о гуманизме, о широте писателя. Везели, вдова писателя Мария Павловна Кудашева, та самая майя, с которой я подружился в Коктебеле почти полвека назад, устроила дом Жан-Кристоф, в котором летом гостят и беседуют друг с другом разноязычные студенты Европы. Мария Павловна попросила меня поговорить с одним студентом из Западной Германии. Мы встретились на открытой веранде гостиницы. Студент был на вид милым мечтательным немцем, с ним пришла студентка, похожая на классическую Гретхен, она молчала и только восторженно поглядывала на своего товарища. Немец мне объяснил, что изучает русский язык, а девушка английский. Говорил он по-русски еще плохо, и мы беседовали по-французски. Я спросил, что его прельстило в русском языке. Он ответил, что хочет пойти работать в Министерство иностранных дел, как и студентка. Далее разговор перешел на общие темы. Я заговорил о нацизме. Не только я, но и все гости, пришедшие после конца очередного заседания, были потрясены немецким студентом. Он не защищал зверства нацистов, но упорно отвечал, что противники Германии вели себя не лучше, и что в Нюрнберге победители судили побежденных. Он отстаивал право Германии на ядерное вооружение, говорил, что только отсталые грекольные страны, вроде Швеции, могут отказаться от водородных бомб. Он очень плохо знал недавнее прошлое своей страны, и дело было не в генах, не в крови, а просто в том, что ему не сделали антинационалистической прививки, которая могла бы его оградить, как прививка ограждает от эпидемии оспы. Беда не в том, что в Федеральной Республике существуют национал-демократы, а в том, что молодое поколение не защищено от их пропаганды. Вернусь к осени 1954 года. Я выступил на сессии Всемирного Совета с речью. В те годы мы еще тратили много сил, убеждая убежденных. Передо мной были и старые друзья, и люди, которых я видел впервые. Пабло Неруда, английский физик Буроб, Данини, Дарбузье, французские депутаты-прогрессисты, Мепье и Де Шамбрен, чилиец Альенде, японец Мацумото и многие другие. Речь свою я кончил словами. Советский гражданин, русский писатель, человек, переживший две мировые войны, видевший пепел Реймса и Новгорода, европеец, любящий Европу, ей преданный, я хочу сказать всем европейцам, сбережем то прекрасное, что нам досталось. Мы заседали в Скансоне, внизу маячили абстрактные рисунки мачт, дни были куцами, в тумане просвечивали круглые масляные фонари. Счастье да и беда человека, что он почти всегда живет разными жизнями. Мы сидели в маленьком кафе возле гостиницы Мальмео и разговаривали не о германских дивизиях, не о предстоящем съезде советских писателей, а о той душевной оттепели, которая продолжалась среди ранних заморозков северной зимы. Кругом долговязые шведы скупо улыбались девушкам, проглатывали сладеные булочки, разворачивали тяжелые газеты, а за окном мелькали легкие снежинки. Я думал, сколько неожиданного в жизни. Моя старая ветла от осенних бурь неизменно расщепляется, и вот некоторые ветви, упав на землю, весной укореняются, дают побеги. Мое выступление, видимо, понравилось. Его поместили в правде, а несколько недель спустя мне позвонили и попросили участвовать в собрании, посвященном десятилетию франко-советского договора. Открыв дверь служебного входа в колонный зал, я смутился. Почему столько милиционеров? Меня попросили предъявить документ. поднявшись наверх, я увидел в комнате, в которой обычно служит буфетом, правительство членов президиума ЦК. Что за диковина? На эстраду пригласили посла Франции Жокса. Он явно был смущен происходящим. Когда я говорил об Эдуарде Эрио, Жокс аплодировал вместе со всем залом, но не мог же он аплодировать моим размышлениям о том, что нельзя одновременно договариваться с пастухом и с волком. Зал прерывал речь аплодисментами, и когда я говорил о моей любви к Франции, и когда Молотов сказал, что договор с Францией поставлен под угрозу Парижскими соглашениями. Предупреждение Москвы не подействовало. Четвертая республика не могла похвастаться постоянством. 23 декабря Национальное собрание отклонило первый пункт Парижских соглашений. Депутатов начали обрабатывать. Одним говорили, что ратифицировав соглашение, будет легче договориться с Москвой, другим, что нельзя рассориться с Америкой и Великобританией. 13 декабря парламент одобрил соглашение скромным большинством в 27 голосов. Газеты сообщали, что ратификация Франции Парижских соглашений вызвала резкий подъем всех ценностей на Нью-Йоркской бирже. 31 декабря было самым счастливым днем за четверть века. В экстазе биржевики подбрасывали верх бумаги с заказами на 1955 год. 1955 год начался грозно. Все гадали, что означает совещание НАТО, о котором СПАК сказал. Военные требовали разрешения готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано. В январе собрали бюро Всемирного Совета мира. В порядке дня стояли два вопроса. Угроза атомной войны и вооружения Западной Германии. Жолио Кюри был встревожен. Говорил, что американцы обезумели. Термоядерное оружие угрожает жизни на нашей планете. Фадеев его умолял смягчить прогноз. Жолио сердился. Обсуждали Парижские соглашения. Я выступил все о том же, о судьбе нашей беспокойной Европы. Не развяжет ли снова Германия мировую войну, третью и последнюю? Фадеев сказал мне, о последней не говорите, на это есть резоны. Мы еще раз попробовали открыть кампанию по сбору подписей. Не могли забыть успех Стокгольма. Подписей собрали много, кажется, даже больше, чем под стокгольмским обращением, но изменилось время, и впечатление было не то, что в 1950-м. В Москве собрался Верховный Совет. Маленков подал в отставку, его место занял Булганин. Что будет через год, через месяц? Зима и весна были полными противоречий. Раскрывая утром газету, люди не знали, что в ней найдут. Может быть соглашение, а может быть ультиматум. Да и природа дурила. Над оливами Италии бушевали снежные бури, штормы топили корабли, то в Средиземном море, то возле берегов Японии. Многие французские города пострадали от наводнений. Весна была поздней, и в Америке плодовые сады обожгли заморозки. Старое путалось с новым. 1 мая 1955 года в Праге на берегу Вултавы торжественно открыли памятник Сталину. Поэт Латсонов Амесский еще сидел в тюрьме. Его выпустили год спустя, и он написал стихи. Сталин смотрит с другого берега Вултавы на дни весны, что наконец настали. Ко мне пришел военный прокурор, который собирал материалы для реабилитации Мирхольда. Он сказал, что Всевлада Эмильевича судил военный трибунал. Ему предъявили три пункта обвинения. Он был агентом Intelligent Service, работал в японской разведки, поддерживал дружеские отношения с писателями Андре Мальро, Эренбургом, Пастернаком и Олешей. Прокурор был не сведущ в писательских делах и спросил, живы ли Пастернак и Олеша. Я отдал ему номера телефонов. В мае мы отпраздновали пятидесятилетие Леонида Мартынова. Его стихи почти десять лет не печатали. Помню четверостишее, прочитанное на вечере. И вскользь мне бросила змея, у каждого судьба своя, но я-то знал, что так нельзя жить, извиваясь и скользя. Май, что ни день, подносил сюрпризы. В десятую годовщину победы над Германией в зал Шайо, где заседал Совет НАТО, вошел канцлер Аденаур, и тотчас над зданием взвился флаг Германской Федеративной Республики. Советское правительство объявило договоры о взаимной помощи с Францией и Англией, утратившими силу. В Аршаве собрались представители восьми социалистических государств, и 14 мая подписали договор о совместной обороне. 15 мая в Вене был подписан договор о независимости и нейтралитете Австрии. Канцлер Раб дал обед, на котором присутствовали Молотов, Макмиллан, Даллас и Пене. Я был тогда в Вене, собралось бюро Всемирного совета. Работали мы в роскошном дворце, превращенном в ресторан. В зимнем саду корчились лиловые и оранжевые орхидеи, а в салонах пылились кресла середины прошлого века. Мы поздравляли австрийцев. Все верили в успех предстоящей ассамблеи мира. Май не походил на январь. Венцы повели меня по садикам и подвалам, где было шумно, весело, люди пили легкое, но коварное вино, пели песни. Окупанты начинали собираться домой, и венцы, поглядывая на роскошные гостиницы, еще занятые военными, улыбались. Ничего, почистим. В конце мая в Югославию направилась советская правительственная делегация. Высказав глубокое сожаление о недавнем прошлом, Хрущев приписал долю вины Берии. Вероятно, он забыл, что среди других и правильных обвинений два года назад Берию обвинили в попытке сблизиться с Тита. Наши войска оставили порт Артур, передав его Китаю. Правда, печатала китайские статьи, разоблачавши преступную клику писателя Ху Фэна. Писательница Дин Лин утверждала, что Ху Фэн был опасным и коварным врагом. Несколько лет спустя разоблачили Дин Лин. Против нее выступал Го Можо, а семь лет спустя Го Можо, разоблачив себя, начал кататься в пыли и грызть землю. В том году я много ездил, то в Вену, то в Стокгольм, то в Хельсинки, то в Париж, то в Женеву. Как-то в Париже Дастье сказал мне, что премьер-министр Эдгар Фор приглашает нас пообедать. Фор и его жена оказались веселыми, живыми собеседниками. Год спустя, приехав в Москву, они у меня ужинали, и мы считали себя старыми знакомыми. В Москве неожиданно в квартиру ворвались фотографы, сняли нас за столом, Фор смеялся. Ваши репортеры могут потягаться с парижскими. А обед в Париже я вспомнил по листку настольного календаря Фора. Я вдруг увидел. Одиннадцать часов посол США, один час Эренбург и часов Аденауэр. Я не выдержал и рассмеялся. Эренбург между американским послом и канцлером. Когда-то в гимназии, увидев товарища между двумя гимназистками, мы пели «Барбос между двух роз». 7 июня в Москву приехал Джавахарлар Неру. Он понравился москвичам. Высокий, красивый, задумчивый, много лет просидел в английских тюрьмах. Я видел, как люди кидали под его машину букетики цветов, купленных на рынке. Минон устроил прием в саду посольства. Неру обворожил и меня. Мы стояли у входа в сад, когда я увидел маршала Георгия Жукова. Он тогда был министром обороны. Я поздоровался с ним, и тут подошел посол Франции Жокс. Я оказался самодеятельным переводчиком. Жуков говорил о своих встречах с французским генералом Де Латер-де-Тасинги, посмертно произведенным в маршалы. Разговор был светским, и я забыл бы про него, если бы Жуков, когда посол откланялся, не сказал, повернувшись к Любе. Главное умереть вовремя. 23 июня в Хельсинки собралась Всемирная Ассамблея. Трудно сказать, почему мы придумали такое название. Для русского уха оно звучит забавно, невольно припоминается увеселительной ассамблеи Петра Первого, но мы не думали в Хельсинки развлекаться, хотели облегчить участь людей, далеких от движения сторонников мира. Каждый раз большие усилия давали скромные результаты. За нами прочно сохранялась репутация прокоммунистического движения. Сторонники мира сделали все, чтобы привлечь другие миролюбивые силы. Результаты были скромными. За нашим движением твердо укрепилась репутация коммунистического. Все же Эриоз согласился числиться почетным председателем ассамблеи, прислал своего представителя и приветствие, жалел, что болезнь не позволяет ему присутствовать на ассамблее. Приехали французские депутаты Капитан Валон Дюбю Бредель, итальянский христио-демократ Джапули, бразилец Жозе де Кастро, представитель индийской партии Национальный Конгресс. Открыл ассамблею Жолио Кюри, умной и сдержанной речи. Комиссия порой работала до утра, белые ночи позволяли забыть про время. Тон выступлений был миролюбивым, все старались понять друг друга. Люни Ци дружески беседовал с американским священником, Сартр любезничал с финскими аграриями, французы устроили встречу с алжирской делегацией. Кажется, ассамблея была последним всемирным конгрессом, на котором наша маленькая Европа оказалась в центре внимания. Все помнили, где начались две мировые войны. Я вспоминаю, что в моей речи больше всего аплодировали простым словам. Мне хочется спросить делегатов европейских стран, неужели мы не можем договориться между собой, как договорились делегаты азиатских стран в Бандунге? События опровергли мою ссылку на Бандунг, но вопрос об общности Европы воскрес 10 лет спустя. После моего выступления Пьер Кот обычно скупой на похвалы сказал «Это ваша лучшая речь, так вы не говорили, да и больше не скажете». Похвала скорее относилась ко времени, чем к моему красноречию. Мы все искали язык мира. Когда один американец сказал, что мирное сосуществование коммунистический термин, все охотно согласились заменить эти слова другими. После того, как ассамблея проголосовала обращения и рекомендации, в университете состоялось заседание Всемирного Совета мира. Выбрали президента Жоля Кюри, выбрали и 10 вице-президентов. Вдруг вместо имени Фадеева я услышал свое. Я растерялся, а потом огорчился. Фадеева уже оттеснили от руководства Союзом писателей. Теперь он не вице-президент, а член бюро. Полгода спустя его перевели из членов ЦК в кандидаты. Вечером Фадеев меня поздравил. Я начал оправдываться. Александр Александрович, для меня это было неожиданностью. Он засмеялся. Для меня тоже, но я вам тоже ничего не сказал бы. В общем, это не ваше дело. Три недели спустя в Женеве собралось совещание руководителей четырех великих держав. Участвовали в нем Эйзенхауэр, Даллас, Булганин, Хрущев, Молотов, Иден, Макмиллан, Эдгар Фор, Нине. Совещание продолжалось пять дней. Ни по одному из поставленных вопросов не было достигнуто соглашения. Надежды народов были так велики, что нельзя было просто разъехаться по домам. И главы правительств объявили, что поручают министрам иностранных дел тщательно обсудить вопросы разоружения, европейской безопасности, контактов между Востоком и Западом. Каждый день кто-либо приглашал других на обед или на ужин. Все говорили мирно, избегая неосторожного слова. Так родился дух Женевы. Он был хорошим духом, но духу нужно тело, и вежливость не могла заменить соглашение хотя бы по одному второстепенному вопросу. Министры иностранных дел собрались, они тоже угощали друг друга, тоже говорили учтиво, но уже полемизируя друг с другом. Заседали они три недели и ни о чем не договорились. Перепоручить дело было некому, дух Женевы стал испаряться. Год спустя события в Венгрии все перечеркнули. Но в августе 1955 года дух казался почти ощутимым. Созвали сессию Верховного Совета, посвященную Женевскому Совещанию. Я член нашего парламента вот уже 16 лет, но только один раз меня попросили выступить о Женевском Совещании. Конечно, тогда я видел будущее в розовом свете, но полемизировал я не с представителями Запада, а с неисправимыми пессимистами. Мы тоже знаем пословицу об одной ласточке, которая не делает весны. Я не считаю ее чрезмерно мудрой. Конечно, одна ласточка не делает весны, но ведь ласточки прилетают весной, а не осенью. А если показалась одна ласточка, то за ней должны последовать и другие. Ласточки вообще не делают весны, весна делает ласточек. Я припомнил движение сторонников мира, Жоли Кюри, недавнюю Всемирную Ассамблею. Дальше я говорил, не пора ли повсеместно покончить с привычками вводить в заблуждение, выдавать карикатуру за портрет, подменять наблюдения догадками, а эти догадки излагать как обвинение. Мне кажется, что журналисты и писатели всего мира должны стоять у еще не погасшего огня холодной войны скорее с бочками воды, нежели с бочками керосина. С тех пор прошло более десяти лет, и ни один из поставленных в Женеве вопросов еще не разрешен. Мы пережили немало опасных кризисов. Однако дух Женевы не был призраком. Что-то в мире изменилось, ослабевало взаимное недоверие, исчезал страх, и как бы ни были резкие дипломатические ноты или газетные статьи, люди перестали гадать, не упадет ли на них завтра или послезавтра водородная бомба. Да если я и ошибаюсь, то так ошибаться горько, но не стыдно. Бочки керосина я больше не коснулся. Я рассказываю о 1955 годе путано, переходя от одного к другому, то о Бузине, то о дядьке в Киеве. Ничего не поделаешь, таков был год. Он был кануном и напоминал клубок шерсти, который очень трудно распутать. В сентябре я оказался на Женевской встрече. Ничего общего с совещанием глав правительств или министров она не имела. Женевские встречи, культурная организация, раз в год собираются специалисты или, как говорят у нас, деятели культуры различных стран и обсуждают какую-либо проблему. В 1955 году предстояло юбилейная десятая встреча и впервые устроители пригласили советского человека. Как никак, дух Женевы. Я должен был прочитать доклад в большом зале и участвовать в обсуждении как моего, так и других докладов в кругу постоянных участников женевских встреч перед сотней пожилых дам, свободных в рабочее время. Тема была такая «Угрожают ли культуре различные изобретения? Кино, телевидение, радио, иллюстрированные еженедельники». Одним из докладчиков был Жорж Дюамель, который, начиная с 30-х годов, говорил об угрозе кино и радио для подлинной культуры и даже полушутя, полусерьезно предлагал устроить пятилетку, свободную от дальнейших технических изобретений. Мне предоставляли возможность сказать людям Запада о наших трудностях, успехах, надежде. Разумеется, я отвел нелепое утверждение, что технические изобретения могут, как таковые, принести оскудение духовной жизни человека. Есть хорошие и дурные фильмы, обогащающие или принижающие людей телевидение. Я говорил о том, что не раз в истории человечества культура гибла, потому что была достоянием немногих. Акрополь или трагедия Еврипида были понятны узкому кругу афинян, и призыв отстоять Афины от римских варваров не нашел ответа у рабов. Когда произошла Октябрьская революция, две трети населения России не знали азбуки. Расширение базы культуры вначале шло за счет ее глубины. Люди читали первый или десятый роман в жизни и многого не понимали. Появился противный термин «доходчивость». Начали изготовляться романы, рассчитанные на сегодняшнего читателя. Они неизменно устаревали, читатели духовно росли. Последующие события, прежде всего войны, настолько изменили духовный облик людей, что зачастую читатели с пренебрежением захлопывают книгу. Я указывал также, что демократизация культуры происходит и на Западе. Книги дешевеют, еженедельники дают репродукции хороших живописцев, радио передает не только танцевальную, но и симфоническую музыку. Этот процесс неизмеримо возрос за десяток последующих лет. Дешевы издания не только классиков, но и современных авторов позволяют рабочим читать книги. Сначала в Италии, потом во Франции стали появляться монографии художников с хорошими репродукциями, чрезвычайно дешевые, тираж их очень высок. Доклад был напечатан во французском сборнике и в литературной газете. Я теперь перечел его и увидел, что разделяю былую мою позицию. Обсуждение докладов было куда менее интересным, чем я думал. Каждый день я встречал женевскую социалистку-учительницу. Она нас не любила, и часто ее вопросы мне напоминали прокурора на процессе. Говорила она не о росте культуры, а о тех злодеяниях, которые творились у нас в еще недавним прошлом. Месяц спустя я очутился в мэрии Леона. Там состоялось совещание об европейской безопасности. Эрио был болен. Когда он пришел к нам, его поддерживал его помощник. Не мог ходить. На совещании были лорд Фардингтон, Кот, Ломбарди, Дастье, Оскар Ланго, английский либорист Пламорн, Люнини и другие. Мы говорили, разумеется, все о том же, о духе Женевы. Возвращался я в Париж поездом в одном купе с лордом Фардингтоном. Лорд Лейборист был приятным собеседником, и путь прошел быстро. Подъезжая к Парижу, мы поспорили по вопросу, не имевшему отношения ни к европейской безопасности, ни к нашей предстоявшей беседе, а именно, какие уши у скотч стерьеров. Лорд утверждал, что уши у них длинные и падающие, а я говорил, короткие и стоячие. Мы держали пари, и по условиям выигравший мог потребовать от проигравшего все, что ему вздумается. В Париже я тотчас нашел собачью энциклопедию на английском языке. Сообщил лорду Фаргентону о том, что он проиграл, и просил его в той форме, которую он найдет лучшей, рассказать англичанам, что советский писатель знает лучше, как выглядят шотландские терьеры, чем британский лорд. Фаргентон нелюбезно ответил, что действительно он проиграл Пари, но об этом он рассказал не своим соотечественникам, а только мне. Четвертое Эта глава будет самой короткой в длиннющей книге. Я хочу рассказать о небольшом дорожном злоключении и, прочитав главу, читатели поймут почему. В октябре 1955 года мы отправились с Николаем Тихоновым в Вену на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Погода оказалась нелетной, но самолет благополучно перелетел Карпаты и приземлился, как полагалось, в Будапеште. Нам сказали, что Вена не принимает, нужно подождать час-другой. Мы разговаривали о том о сём, о поэзии Мартынова, о пакистанских обычаях, о здоровье Жолия Кюри. Прошло четыре часа. Нам объяснили, что Вена не принимает вполне обоснованно, там сильный туман. Мы бродили по длинному аэродрому, из одного зала несли соблазнительные запахи, там помещался ресторан, но денег у нас не было, суточные нам должны были выдать в Вене. Нас начал мучить голод, который, как известно, не тётка. Николай Семёнович вёл себя, как старый стойк, а я в итоге не выдержал и позвонил в Венгерский комитет защиты мира. Не прошло и часа, как появились незнакомые мне люди, почему-то они извинились, в Вене туман не по их вине. Нас провели в небольшой зал, где стоял стол, изобилующий яствами. Встретил нас Ракоши. Он дружески с нами разговаривал о движении за мир, о Женевском совещании, о жизни в Москве. Я уплетал чудесный гуляш. В конце обеда Ракоши попросил нас провести вечер с венгерскими писателями. Разумеется, мы согласились. В союзе писателей было людно. Нам принесли кофе, на столе стояли бутылки с душистым болотонским вином. Однако я сразу почувствовал некоторую напряженность. Первым выступил Николай Тихонов. Он подробно рассказал о декаде латышской литературе в Москве. Я видел, что венгры чем-то озабочены. Не успел Николай Семенович кончить, как все повернулись ко мне, просили что-нибудь рассказать. Я решил выбрать спокойную тему. Писатель, когда он пишет для газеты, должен видеть перед собой не редактора, а читателя, найти слова, которые дойдут до него, должен отстаивать право говорить своим языком и не давать редактору вычеркивать красным или синим карандашом любое незатасканное слово. Когда я кончил, один из венгерских писателей спросил меня, можно ли купить в Москве мою оттепель. Я ответил, что повесть была напечатана в журнале «Знамя», а потом вышла отдельным изданием. Тираж был небольшой, 45 тысяч. Книгу быстро распродали, и теперь ее можно найти только в букинистических магазинах. Тогда другой писатель спросил меня, а почему в Венгрии ваша оттепель издана в количестве ста экземпляров для партийного руководства? На этот вопрос я, конечно, не мог ответить и попросил Николая Семеновича рассказать еще что-нибудь. Я разглядывал писателей. Некоторых я встречал прежде, одних в Москве, других два года назад в Будапеште. Вот Дьерть Лукач, Петер Вериш, Белла Илиш, Юлиус Гай. Все были возбуждены, начали говорить друг с другом по-венгерски, только Лукач спокойно курил сигару. Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями. Ясно было одно, они недовольны, когда мы вернулись в гостиницу на островке, я спросил Тихонова, почему Ракоши нас отправил к писателям. Николай Семенович ответил, а Бог его знает, атмосфера действительно странная. В номере было жарко, почему-то уже топили. Я открыл окно, тепло, сыро, накрапывал мелкий дождик, яркий фонарь вырывал из ночи последнее золото деревьев. Завтра придется выступать в Вене, говорить о духе Женевы, о европейской безопасности. Хорошо, но что здесь происходит? Писатели озлоблены, почему Ракоши нас не предупредил? Я понял все, но не в ту ночь, год спустя. ПЯТОЕ 14 января 1956 года мы с Любой вылетели из Москвы в Индию. Тогда не было прямого сообщения через Гималайи и мы летели долго. Париж, Рим, Каир, Карачи, Дели. Вернувшись в Москву, я написал очерк «Индийские впечатления» и не буду повторять сказанное в нем. Мне хочется сказать о том, что мне дала Индия. Наступивший год был чрезвычайно бурным и для нашей страны, и для людей, с которыми я встречался, да и для меня самого. Однажды я шел по дороге в Альпах, вдруг спустилось облако, остановились машины, пешеходы, полчаса мы пробыли в другом мире. Сравнение, конечно, неправильное. Индия была миром живым и цветистым. Я нашел в ней не только изумительное древнее искусство, но и бури нашего века, политические демонстрации, беженцев из Пакистана, писателей и художников, которых мучили многие проблемы, томившие их европейских собратьев. Индия отнюдь не была изолированным миром, но я, патриотсенный этой страной и ее людьми, оказался оторванным на месяц от бесед и мыслей, поглощавших меня накануне отъезда. Индия меня многому научила. Добрая госпожа Рамишвари Неру, которую я встречал в Стокгольме и Хельсинки, от кого-то узнала, что 27 января мой день рождения и на очередном приеме подвела меня к огромному торту, на котором горели 65 свечей. Я должен был их задуть. Люди в таком возрасте редко чувствуют себя учениками, но в Индии я многое понял и многому научился. Мы говорили и продолжаем говорить о мирном сосуществовании. Обычно под этими словами понимают мирное сосуществование государств с различным социальным строем, с различной идеологической направленностью. Меня удивило в Индии сосуществование не только в одном городе, но и в одном человеке различных, порой противоречивых мыслей и чувств. Разумеется, такие внутренние контрасты можно наблюдать и в любой европейской стране, но там для меня они были привычными в тусклости привычного быта, а в Индии они бросались в глаза, так же, как европейца удивляют попугай или обезьянки на улицах Дели, он привык к голубям или воробьям. Перед поездкой в Индию и потом я прочитал много книг, написанных о ней французами, англичанами, русскими. Все говорили о контрастах, но применяли к ним свой привычный метод – картезианство или диалектику, английское право или теософию вместо ключа были неудачные отмычки. Начну с самого затасканного. На улицах индийских городов, особенно в Калькутте, меня поражали очень тощие коровы, которые блуждали в поисках пропитания, заставляя покорно останавливаться автомобили, экипажи, велосипедистов. Их было очень много. Они разыскивали рынки, лавки, где продавали овощи и фрукты, жадно подбирали сгнившие плоды дынного дерева, кожуру бананов, листья. Их нельзя было обидеть, но можно было их не кормить. Святость распространялась на быков и телят. Говядину не ели индусы, свинину мусульмане, люди побогаче ели баранов и кур, а большинство были вегетарианцами. Одни по убеждениям, другие по привычке, третий по нужде. На юге я видел бедного крестьянина, который уводил тощую корову подальше от своего дома. У нее не было больше молока, она не могла работать, и бедняк волок ее, чтобы она ела рис или проса на земле другого бедняка. Автомобилист, который задавил бы человека, мог спастись, но горе тому, который задавил бы или ушиб корову. В начале ноября 1966 года в Дели бушевали демонстрации. Индусы требовали не штатного, областного, а общегосударственного законодательства, запрещающего убой коров. При этом были убиты несколько человек. Судя по статистическим данным, в Индии с ее населением около 500 миллионов душ существует 250 миллионов точих, порой бездомных, но священных коров. Много лет спустя я написал стихотворение «Коровы в Калькутте», кончив его так. «Было в моей жизни много дурного, частенько били за перегибы, за недогибы, изгибы, но никогда я не был священной коровой, и на том спасибо». Трудно объяснить судьбу священных коров религиозным фанатизмом. Индуизм не воинствующая религия, да и место веры порой занимает привычки, суеверия, присущие всем людям. Конечно, в Индии много странностей. Я помню Большую площадь в Калькутте, залитую кровью барашков, приносили жертву одному из многочисленных индуистских богов. По площади проходили люди с марлевой повязкой на рту. Они боялись нечаянно совершить тягчайший грех – проглотить мушку. В Бомбее живут парцы, огнепоклонники, огонь, земля и вода для них священны, и умерших они кладут на высокую башню молчания, чтобы их расклевали хищные птицы. Над городом летают грифы и другие стервятники. Иногда птицы теряют кусок человеческой руки или живота. Сикхам не разрешено стричься и бриться. Есть ученые, депутаты, писатели, которые носят тюрбаны, чтобы скрыть чересчур длинный шевелюр, бороды подтягивают резиночкой. Я встречал ученых, которые изредка ходили помолиться богине знания. Шофер покойного доктора Балиги, выдающегося хирурга, не был верующим. Но когда мы ехали по ужасающей дороге из Аурангабада в Бомбей, он вдруг остановился у одного из храмов и, подозвав Брахмана, сунул ему в руку четверть рупии. Повернувшись к нам, он виновата сказал «Туман, ничего не вижу». Ганг священная река, в ней купаются, чтобы смыть грехи, кувшины с водой уносят или увозят в далекие деревни. Однако со священной рекой обращаются не более милосердно, чем со священными коровами. Огромные фабрики джута загрязняют ее воды. Индуизм отнюдь не культ одного бога. Богов и богинь множество, а сон обожествленных увеличивается. Когда я был гимназистом, мне попалась в руки книга «Из пещер и дебри Индустана». Там рассказывается о диковинных людях Индии. Автором была Блаватская. В Мадрасс храме Теософов много богов, рядом с Брахмой Будда, Иисус Христос, и тут же статуя пожилой женщины с русским лицом, под ней подпись Елена Петровна Блаватская. А в общем, ничего нет тут удивительного. В католических церквах Франции висят крохотные модели рук и ног благодарности за исцеление. Газеты ежедневно печатают гороскопы, каждый может прочитать, как ему надлежит вести себя завтра, если он родился под знаком водолея или под знаком рыб. Во многих гостиницах вслед за комнатой номер 12 следует 14, цифра 13 пугает. Да и клику святых не устают причислять различных особ. Несколько лет назад в соборе Брюге я увидел объявление, призывающее совершить паломничество в португальск городок Фатима, где проживала простая девушка, которая после посещения ее Богородицей предсказала нашествие коммунистов. Словом, обрядов застрявших привычек и суеверий много и в Европе, но я к ним привык с детства. Незнакомые нравы помогают приезжему понять то, что чересчур ему знакомо. Расскажу про вечер, который я провел в доме Неру. Премьер-министр пригласил нас к ужину. За столом сидели Неру, его дочь Индира, леди Монт-Ботензе, гостившая в доме премьера, Кришна Минон, подвергшийся незадолго до этого операции и тоже живший у Неру, индийская переводчица, Люба и я. После ужина Неру предложил мне выпить чай за маленьким столиком, и там мы добрый час толковали о мире и о движении за мир. Что меня удивило? Необычная простота человека, которого почти все индийцы обожали, его человечность. Всю свою жизнь он отдал освобождению Индии. Он встречался и беседовал с различными людьми, с учеными. О своей беседе с Неру рассказывал мне Эйнштейн писателями не только с Роменом Роланом, но с молодым немецким поэтом Толлером, с Андре Малеро, они говорили о буддийском искусстве. Неру запросто позвал меня к себе. Это была та простота, которая диктуется внутренней сложностью. Он нашел общий язык с Эйнштейном, а когда он вмешивался в толпу, беседовал с индийскими крестьянами, говорил так же естественно, как с профессорами Кембриджа. В завещании, написанном за 10 лет до смерти, Джавахарлал Неру просил, чтобы его тело сожгли и пепел развеяли в Аллахабаде, где течет ганг. Он оговаривал, что это не связано с обрядом, так как он чужд религиозным чувством. Да, есть в Индии нечто отличное от Европы или Америки, например, поэтическая настроенность. На аэродроме в Дели мне повесили на шею длинные гирлянды цветов. Приехав в гостиницу, я поспешил положить их в воду. Потом я привык к тяжести, к запаху туберос, роз, гвоздик, других неизвестных мне цветов тропиков. Иногда на собраниях на меня навешивали десяток гирлянд. Час спустя я их бросал, как это делали индийцы. Цветов в Индии много, мало риса и хлеба. Страна большая, разнообразна, и Гималайи, и джунгли, и плодородные степи, и сухие выжженные пустыни. Обрабатывают землю, как в древнейшие времена. Валей тащат саху, удобрений нет, несмотря на множество коров. Крестьяне делают из навоза лепешки, ими освещают свои спит ли он, болен или умер. Лежат прокаженные, женщины унимают голодных детей. А прохожие не удивляются, присмотрелись к нищете, к эпидемиям. В Мадрасе нас повели в землянки, где живут портовые рабочие. Это звериные норы, и к этому тоже привыкли. Люди, с которыми я подружился в Индии, мне говорили, что индийцы фаталисты, каждый понимает, что умрет, когда придет его срок. Если можно привыкнуть к неожиданной своей смерти, то к чужому горю привыкнуть нельзя. Оно, как облако слезоточивого газа, обступает пестры бугенвили, красавец в шелковых и лисицевых саре, древние храмы и современную живопись. Нет, никогда человек не скажет всего, что у него на сердце, не только чужестранцу, но и близкому другу, наверное, не скажет даже самому себе. Ведь фаталистам и нефаталистам нужно жить, пока за ними не пришла смерть, а жить, договорив все, невозможно. Нас отвезли в Дели в гостиницу для именитых иностранцев, во дворец Раджи начала века. Все там казалось шатким, действительно, как-то ночью матрат с моей кровати провалился, и я очутился на полу. Я долго бродил по внутреннему двору, по коридорам, но никого не нашел, поджал ноги и устроился на коротком диване. Утром пришел слуга, увидел матрат на полу, добродушно рассмеялся. Каждое утро один из слуг срезал две пышные розы и подносил их Любе и мне. Напротив гостиницы был большой сквер, там сидели на корточках люди. Я подошел поближе, оказалось, что они когтями подстригают газон. Потом я увидел много других чудес. В Индии были современные заводы, они изготовляли не только паровозы, но и самолеты. Рамишваре Неру показала нам мастерские, устроенные для беженцев из Пакистана. Там, например, изготовляли руками ведра, котелки, чайники. Конечно, проще, да и лучше изготовлять утварь на фабрике, стричь газон и машинкой, но тогда миллионы и миллионы людей будут лежать на улице, ожидая, когда за ними придет смерть. Ручной труд чрезвычайно дешев, дивный платок стоит меньше, чем пакет бритвенных ножиков. Я считал раньше, что привязанность индийцев к домотканой одежде объясняется традициями, а она связана с экономикой. Ганди думал не столько об упрощении нравов среди зажиточных слоев общества, сколько о голодной смерти, которая ждет миллионы и миллионы, если люди станут одеваться по-европейски. Я пробыл день в гостях у крупного экономиста Махаланобиса, создателя института статистики возле Калькуты. Он был другом Робин Драната Тагора. Там я узнал, что многие противоречия современной Индии продиктованы экономическим состоянием страны. Конечно, не все противоречия объясняются экономикой. На празднике Дня Независимости в Дели был военный парад, пехота, зенитки, авиация, а потом показались слоны. Они вели себя отменно, даже кланялись президенту республики. Старое органически сплетается с новым. Может быть потому, что английские колонизаторы на века заморозили жизнь огромного народа. Может быть и потому, что огромные заводы, иллюстрированные еженедельники, радиопередачи, кинотеатры не мешают индийцам любить расфуфыренных слонов, религиозные праздники и танцовщиц, которые знают древнейший язык танца. В музее бывшей французской колонии Пандишери собраны статуи богов и богинь, а среди них бюсты Марианы первой и третьей французской республики, древние манускрипты и фотографии Жаресса Ромена Ролана. В Мадрассе собрались писатели, которые пишут на языке Телугу. Председатель что-то говорил, слегка напевая. Мне объяснили, что он прочитал молитву. После этого мне поднесли перевод оттепели и начали спрашивать, почему меня критиковали на втором съезде советских писателей. Я встретился в Мадрассе и с писателями, которые пишут на тамильском языке, в Калькутте с бенгальскими писателями, а в Дели с писателями языков хинди и урду. Когда переводили вопросы, мне показалось, что я в Риге или в Ереване. В Калькутте меня повели к художнику Джемине Рой. Он походил на старого монаха. Я видел его вещи, равно связанные с новой французской живописью и с народным искусством Индии. В музее Дели поражает комната, где висят холсты Амриты Шерл Гилл. Она была дочерью Сикха и венгерки, училась в Париже, вернулась на родину, вдохновилась фресками Алжанты, умерла молодой в 28 лет и положила начало современной живописи Индии. Я подружился с молодыми художниками. Рам Кумар в Париже был учеником Леже, участвовал в движении сторонников мира, и однако в его работах было нечто традиционное. Когда мы с ним поехали в Мадхуру, я видел, как ему близка скульптура эпохи губтов. Хебар работает в Бомбее, мы с ним ездили в Аджанту и Элору. Его холсты вполне современны, и, наверное, некоторые из наших критиков его обвинили бы в модернизме, но такой модернизм идет прямо от пятого-шестого веков. Не знаю, почему немецкие расисты ссылались на Индию, называли себя арийцами, даже перенесли на свои флаги один из древнейших знаков индуизма свастику. В действительности Индия смесь различных народов, рас, языков. Есть и жители юга, похожие на негров, и скуластые, узкоглазые северяне, и смуглые красавицы декана с горбатым носом и сжатыми губами. В Индии я лишний раз убедился, что никакие законы, никакие пункты конституции не могут чудодейственно изменить сознание сотен миллионов. Индийская республика отменила бесправие парей, или, как говорили, касты неприкасаемых. Но в селах, где жизнь двигается куда медленнее, чем в городах, устанавливали особые урны для неприкасаемых, иначе остальные не голосовали бы, да и в Мадрасе были особые храмы для парей. Я видел в университетах студенток, но еще повсюду положение женщин было далеко от провозглашенного равноправия. В деревнях вдовцы женились, а вдове брили голову, и никто не вздумал бы на ней жениться. Законы могут мчаться вперед, как самолеты, не приземляясь, а повседневная жизнь плетется по ухабам дороги со скоростью вала. Об этом я много думал в 1957 году, в 1963, думаю об этом и теперь. Подавляющее большинство индийцев неграмотны, хотя повсюду я видел новые школы, видел я и как учили детей на воздухе. Здесь мне снова пришлось задуматься над прилагательным культурной, которым и нас любят пользоваться в любом удобном и неудобном случае. Толпа в Индии очень культурна. В день праздника на огромной площади в Дели негде было яблоко упасть, но никто не толкался, сидели на земле, поджав под себя ноги и старались занять поменьше места. В тот же день был прием президента. Европейские и американские дипломаты показались мне варварами. Образование или материальная культура, количество автомобилей, состояние дорог или полиграфии еще не определяют духовного уровня народа. Достаточно вспомнить Третий Рейх или Белых в штатах Алабама, Миссисипи, Техаси. У неграмотных крестьян Юга, у ремесленников Насика, у бедняков Калькуты были и такт, и душевная сосредоточенность. В последний вечер самолет отлетал около полуночи, я пригласил моих бомбейских друзей поужинать в ресторане. Пришли председатель общества дружбы Индия-Советский Союз, профессор Балига, его жена, сотрудники общества, писатель Мул Крадж Ананул, художник Хебр, другие друзья. В середине февраля в Бомбее уже было очень жарко, и я выбрал ресторан с кондиционированным воздухом. Я вспомнил, как Балига встречал нас в Карачи и сказал ему, «Вы для меня много сделали, я стал умнее». В самолете я вскоре задремал. Последний день в Индии был утомительным, и, проснувшись, увидел высоко солнце. «Мы летели над Грецией, а внизу был снег, много настоящего снега. Зима в тот год была лютой, снегом были занесены сады Италии. Мы приземлились в Женеве. Две индийские женщины в легких саре пробежали к вокзалу. В Париже было 16 ниже нуля. Сено замерзло. Я купил в киоске вечернюю газету и прочитал. Вчера утром в Кремле открылся 20-й съезд Коммунистической партии. Отпуск, подаренный мне судьбой, кончился. Шестое. Когда я вернулся в Москву, все говорили о выступлении Микояна на съезде. Он упомянул об одной ошибочной концепции Сталина, смеялся над фальсификацией истории и назвал имена большевиков убитых в эпоху культа личности Антонова Овсиенко и Кассиора. В резолюции съезда говорилось о разоблачении преступной деятельности врага партии и народа Берии, о вреде культа личности, о необходимости коллективного руководства. На следующий день правда коротко сообщила о последнем заседании съезда 25 февраля. Решено было подготовить новую программу партии, после чего Никита Хрущев объявил повестку дня исчерпанной. В старой записной книжке я нашел такие строки. На закрытом заседании 25 во время доклада Хрущева несколько делегатов упали в обморок. Их тихо вынесли. Рассказал мне об этом один из делегатов съезда. Прочитав доклад Хрущева, я не упал в обморок. Со времени смерти Сталина прошли три года, кое-что мы узнали, над многим успели задуматься. Ко мне приходили военные прокуроры, занимавшиеся реабилитацией Бабеля и Мирхольда. Приходили также друзья, вернувшиеся из концлагерей. По вечерам мы долго беседовали о недавнем прошлом. Однако, не скрою, читая доклад, я был потрясен, ведь это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии. 25 февраля 1956 года стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой. Я сказал, что был в некоторой степени подготовлен к докладу Хрущева, но я хорошо понимаю, как были поражены многие делегаты съезда, приехавшие из далеких совхозов и колхозов. Еще за две недели до первого заседания они видели в газетах поздравительные телеграммы Клименту Ворошилову, в которых некоторые зарубежные главы социалистических государств называли Климента Ефремовича соратником Сталина. Начали читать доклад или письмо ЦК, сперва партийным, потом и беспартийным. Месяц-два спустя десятки миллионов уже знали, как они прожили четверть века. Повсюду говорили о Сталине, в любой квартире, на работе, в столовых, в метро. Встречаясь, один москвич говорил другому, ну, что вы скажете? Он не ждал ответа, объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании, дети слушали, они знали, что Сталин был мудрым, гениальным, что он и только он спас родину от нашествия, на уроках географии они учили, что высочайший пик нашей страны называется пиком Сталина, что такие же пики имеются в Чехословакии и Болгарии, что столица Таджикской республики Сталинобад, что в Осетии есть город Сталинери, в Кузбассе Сталинск, в подмосковном угольном бассейне Сталиногорск, в Донбассе Сталина, и вдруг они услышали, что Сталин убивал своих близких друзей, что не доверяясь старым большевикам, он заставлял их признаваться, будто они пообещали Гитлеру Украину, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали, папа, как ты мог ничего не знать? Всего три года тому назад москвичи давили друг друга, чтобы добраться до колонного зала. Люди несли на плечах детей, проходя мимо гроба Сталина, женщины голосили. Кажется, история не знала таких похорон. Сталин еще покоился набальзамированный рядом с Лениным, его статую продолжали красоваться на площади любого города, его портреты по-прежнему висели в кабинетах, в столовых, школах, магазинах. Мальчик по-прежнему отвечал, что высочайшая вершина Советского Союза это пик Сталина, а девочка повторяла заученные стихи. Нет слов таких, чтоб ими передать всю нестерпимость боли и печали. Нет слов таких, чтоб ими рассказать, как мы скорбим по вас, товарищ Сталин. Мифы создавались веками, и веками гасли, рассеивались, забывались. Люди постепенно и мучительно начинали понимать, что на небесах нет Господа Бога, или по меньшей мере, что его наместник Ватикане незаконно присвоил себе это звание. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был сразу разбит. Тот, кого люди называли великим, мудрым, гениальным, чье имя повторял Дякир, когда его вели на расстрел, кому французская мать послала единственное, что у нее осталось, шапочку с замученной гестаповцами дочки, этот сверхчеловек оказался чистолюбивым, подозрительным и жестоким. Иностранцы удивлялись, как советские люди выдержали такое испытание. Две недели спустя заграничные корреспонденты начали передавать из Москвы отдельные подробности о деятельности Сталина, иногда правильные, иногда перевранные. 4 июня Государственный департамент США опубликовал текст доклада. Вскоре вправде появилась статья генерального секретаря Коммунистической партии Соединенных Штатов Юджина Денниса, перепечатана из газеты Daily Worker. Под текстом была сноска. Говоря о докладе Никиты Хрущева, Юджин Деннис имеет в виду текст, опубликованный Госдепартаментом. Однако то, о чем писал Деннис не опровергалось, кроме упоминания об аресте еврейских врачей. Газета сделала вторую сноску, напоминая, что среди арестованной группы врачей были не только евреи, но также русские и украинцы. О докладе на закрытом заседании писали все газеты мира. 30 июня 1956 года ЦК принял постановление о преодолении культа личности и его последствий. В этом постановлении говорилось, что Сталин повинен во многих беззаконных действиях и что следует помнить о серьезных ошибках, допущенных Сталином в последний период жизни. Хрущев, однако, говорил о беззаконных действиях Сталина, начиная с декабря 1934 года. Таким образом, последний период жизни длился 18 лет. Доклад, который сделан на 20-м съезде Никита Хрущев, был посвящен одному человеку, его подозрительности, жестокости, властолюбию. Перед всеми вставал вопрос, почему Сталин, доверяя Ежову или Берии, не задумывался над трагическими письмами старых большевиков Эйха или Постышева. Борясь с культом личности, легко было вернуться к этому же культу. Слишком многое приписывалось воле, характеру, мрачным чертам разоблачаемого. Персонаж был сродни некоторым героям Достоевского. Не знаю, привлечет ли внимание романиста будущего Сталин и удастся ли автору дать глубокий психологический анализ человека, одно имя которого вызывало восторг или ужас у сотен миллионов его современников. В шестой части этой книги я признавался. Я не могу дать портрет Сталина. Я его лично не знал. Видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Дальше я писал. Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Один из сотрудников литературной газеты распространил открытое письмо Илье Эренбургу. Он писал, что дело не в моральной оценке, и что нельзя назвать умным государственного деятеля, совершившего много неуместных поступков. Письмо меня не переубедило. Историки обнаружили достаточно неумных поступков у людей, которые были умными, у Цезаря, Наполеона, Людовика XIV, Петра Великого. Одно трудно себе представить, что неумный человек смог очернить, а потом уничтожить почти всех руководителей своей партии и четверть века единолично управлять великим государством. Такое предположение мне кажется оскорбительным для нашего народа. Моральная оценка не деталь, а суть вопроса. Рассказывая о беззаконных действиях Сталина, Хрущев оговаривал, что Сталин был честным коммунистом и что дурные дела он совершал во имя хорошей цели. Именно это мне кажется неприемлемым. В шестой части я писал, что цель не может оправдывать средства и что средства способны изменить цель. Труды Маркса и Энгельса, философская концепция и государственная практика Ленина гуманистичны. Сталин, не расставаясь с идеями, воспринятыми им в молодости, применял средства, которые им противоречили. Он был бесчеловечен. Я не политик, а писатель. Казалось бы, что меня должна была увлечь сложная и противоречивая натура Сталина. Однако я куда больше думал о том, как Сталин мог столь долго определять чертами своего характера развитие советского общества. Я сказал, что я писатель, но я также советский гражданин, и не раз в моей жизни я забывал о своем ремесле ради защиты тех идеалов, которые мне казались высокими. Хрущев говорил о серьезных ошибках Сталина, но он не объяснил, какие обстоятельства позволили Сталину столь длительно и глубоко ошибаться. Мы так и не узнали, почему 13-й съезд партии, несмотря на предостережение Ленина, обладавшего огромным авторитетом, переизбрал Сталина генеральным секретарем. Я не знаю, как могло получиться, что Сталин, договариваясь с одной группой политбюро, чернил, а потом уничтожал другую группу, чтобы два или три года спустя унизить и убить своих вчерашних союзников. Каким образом Коба революционного подполья, известный только тысячи другой партийных работников, десять лет спустя превратился в отца народов? Почему партия, показавшая подлинное мужество в отражении вражеских диверсий, в индустриализации отсталость страны, в обороне Родины, отслывшего непобедимым рейхсвера, не воспротивилась культу Сталина, шедшему в разрез и с марксизмом, и с демократическим духом Ленина? Мне казалось, да и теперь кажется, что куда важнее разгадать не характер Сталина, а то, что позволило превращение грубого, по словам Ленина, и малоизвестного человека вождя, кормчего, полководца, которого ежедневно восхваляли члены полетбюро и лишенцы, маститые академики и ученики первого класса. Двадцатый съезд сделал невозможным возврат к культу Сталина. Римский император Юлиан в четвертом веке нашей эры пытался восстановить культ древних богов, однако мало кто задерживался у новых статуй обитателей Старого Олимпа. Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа. Они говорили о роковом ударе, якобы нанесенном идеей коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания. Особенно страшила скрытых защитников Сталина молодежь. Я помню ужин в индийском посольстве, где я встретил нескольких советских деятелей, которые за чашкой чая не очень громко чтобы не расслышали хозяева, говорили о разнузданности студентов. К ним нельзя показаться. Я был несколько раз на собраниях студентов и видел всю несправедливость таких суждений. Меня спрашивали, слушали, разумно отвечали. Именно в 1956 году показалось, что новое поколение нашего общества, которое трудится, может быть, с менее пышными словами, но с большей взыскательностью. В мае 1965 года я возвращался из Москвы в Новый Иерусалим и включил радио. Передавали торжественное заседание по случаю 20-летия победы над фашистской Германией. При имени Сталина я услышал хлопки. Не знаю, кто аплодировал, не думаю, чтобы таких было много. Наверное, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и неподвижности. Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходилось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть, а теперь ничто не мешает им спокойно спать. Вернусь к весне 1956 Ко мне пришел молодой студент Шура Анисимов, приглашал меня выступить перед его товарищами. Вдруг он сказал фразу, которую я записал. Знаете, сейчас происходит удивительное, все спорят, скажу больше, решительно все начали думать. Конечно, он не знал, что молодому поколению предстоит еще многое пережить, не знал этого и я. Но вспоминаю я о той весне с большой нежностью, как будто и я был молоденьким Шурой, на спине которого прорезались крылья. Седьмое Вдова моего друга Рожева Яна дала мне прочесть часть его дневников, которые готовятся к опубликованию. Вот страница 1956 года. Она относится ко времени действия моей книги. Восьмое июня. Возвращение из Москвы. Две недели назад, когда я приехал, статуя Сталина стояла в зале аэродрома. В день моего отъезда она еще была на месте, но покрытая белым чехлом. Скоро ее снимут. Я любил даже словечки, которыми он злоупотреблял. Он закладывал фундамент речи и потом говорил «Далее». Мне это нравилось, но теперь мне пришлось снять его портрет над письменным столом. Никогда больше я не повешу на мои стены чьего-либо портрета. В углу над пачкой с книгами о французской революции висели две большие гравюры той эпохи 21 января 1793 года и 16 октября 1793 года. Я их тоже снял. На одной палач показывает толпе голову капета, на другой палач подымает нож гильдиатины, его помощники ведут на эшифот Марию Антонетту. Толпа аплодирует. Будь я членом конвента, я голосовал бы за казнь Людовика XVI и Марии Антонетты. Я хочу сказать, что и теперь, при подобных обстоятельствах, я проголосовал бы за смертный приговор. Но Мейерхольд, которого я любил и люблю, был расстрелян по несправедливому приговору Сталина, которого я любил. Никогда больше я не смогу радоваться крови моих врагов, разве только если она пролита мною в честном бою. Сердце у меня нечувствительное. Когда я порвал женщину, которую любил больше всего, я смотрел, как она спускалась с чемоданом по лестнице. Она повернула ко мне заплаканное лицо, но я не заплакал. В июне 1940 года при разгроме моей страны я не пролил ни одной слезинки. Я скорее был доволен. Французы меня возмущали своей любовью к загородным домам и маленьким автомобилям. Но я плакал, узнав о смерти Сталина. И я снова плакал в Праге, возвращаясь из Москвы. Всю ночь я проплакал. Я должен был вторично его убить в своем сердце, прочитав про его злодеяние. В одну и ту же ночь я плакал над Мирхольдом, убитым Сталиным, и над Сталиным, убийцей Мирхольда. Я повторял слова Брута из шекспировского Юлия Цезаря. Я любил Цезаря, и я его оплакиваю. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но им овладело властолюбие, и я его убиваю. Я повторяю, я любил Сталина, и я плакал над ним. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но он стал деспотом, и я его убиваю. Я себя чувствую мертвым. Кажется, что ты на гребне времени, и вдруг видишь, что история вступила в новую фазу, а ты этого не заметил. Я переписал эту страницу из дневника Ваяна и задумался. Какое у нас проклятое ремесло. Даже разговаривая с самим собой, писатель невольно пропускает слезы, желчь, кровь через колбы литературной лаборатории. В той же тетрадке дневника Ваян вспомнил о своей тяжелой болезни. Очень важно вот что. Как только я понял, что я не умираю, я начал подыскивать слова, чтобы описать свою смерть. То же самое случилось, когда меня настигла беда любви. Нет, я не скажу, как сказал мне французский товарищ в Москве. Мы уже никогда не сможем быть счастливы. Я писатель, следовательно, я не имею права на полное несчастье. А в действительности Роже Ваян был вдвойне несчастен, и как писатель, и как человек. Два существа жили в одном теле. Иногда автор романа навязывал Роже свою концепцию жизни, иногда человек вмешивался в план романа. Нужно ли говорить, что в ту ночь в Праге, о которой упоминается в дневнике, Ваян не думал о Цезаре и Бруте. Он не писал, он плакал. Ваян любил людей восемнадцатого века, увлекавшихся, но не увлекаемых, упоенных, однако в то же время трезвых. Кардинала Берни, авантюриста Казанову, автора романа в письмах «Опасные связи Лакло». Среди писателей прошлого века он особенно чтил Стендаля. Но и Стендаль, описывая стратегию любви, вдруг поддавался чувствительности Анри Бейля, и когда рассказывал, как осужденному Жульену приходит его школьный товарищ крестьянин Фуке, и когда в письме из Чивитовеки признавался своему двоюродному брату. «У меня две собаки, и я их очень люблю. Английский Спаниэль, черный, красивый, но печальный меланхолик, другой Лупелла, волчонок, цвета кофе с молоком, веселый, находчивый характер молодого бургунца. Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить». Когда Ваян умер, все газеты писали о его холодном взгляде. Так он назвал сборник эссе, и так он старался выглядеть перед журналистами или критиками. «Я никогда не видел холодного взгляда. Его глаза веселились или отчаивались, но холода в них не было. Нет, однажды я увидел холодный взгляд. Это было летом 1948 года, после Вроцлавского конгресса, в котором Ваян участвовал, поляки повезли меня в Краков. Там в кафе комедиантов я встретил Ваяна, Гутуза, польских друзей, молодую женщину, приехавшую на конгресс из Бразилии. Эта женщина нравилась Ваяну. Он пил старку и настойчиво ухаживал, то ласково, то слегка пренебрежительно. Того требовала традиционная стратегия. Именно тогда я случайно перехватил леденящий взгляд Роже. Мир Хольда он мог увидеть в 1930 году. Он был тогда молоденьким поэтом-сюрреалистом, а я познакомился с ним позднее. Его мне представил, кажется, Рене Кривель в одном из кафе Мон Парнаса. Ваян попросил Любу давать ему уроки русского языка. Из учебы ничего не вышло. Ваян бросил писать стихи, стал журналистом. Газета Парисуар посылала его в экзотические страны. Он много пил. Я хорошо помню его взгляд не холодный, но затуманенный наркотиками, длинные упрямые волосы и профиль птицы. Я надолго потерял его из виду. Вскоре после конца войны я прочитал первый роман Ваяна «Странная игра». Это была книга об одной группе сопротивления. Герой романа звали Маратом, одного из его товарищей, коммуниста Родриго. Роман имел успех. Ваян сразу вошел в литературу, но слава его не прельщала. Он думал о другом, не описать жизнь, а ее переделать. Утром в краковской гостинице он говорил мне тихо, почти стесненно. Я должен буду от многого отказаться. В 1952 году правительство Пино хотело запретить коммунистическую партию. Дюкло был арестован по вздорному обвинению. Тогда Ваян Ваян послал ему в тюрьму заявление с просьбой принять его в партию. Вчерашние читатели и почитатели отшатнулись от Ваяна. Завербованный таково было стандартное клеймо эпохи. Ваян хотел быть дисциплинированным. Перед отъездом в Египет он выбросил наркотики. Корабельный врач удивился непонятной болезни пассажира. Но Ваян скорее умер бы, чем рассказал бы ему о причине заболевания. В Египте его арестовали, потом выпустили. Он написал о том, что увидел. Он продолжал противоречить себе. Товарищи то восхищались им, то негодовали. Я его полюбил. Мы встретились на несколько часов у Жульена. У меня там были старые друзья, виноделы, а Ваяну было недалеко. Он поселился в деревне возле Бурже. Он женился на милой и заботливой итальянке Элизабет, много работал. У нас оказалась и общая страсть. Рожа разводил розы, гвоздики, подсолнухи, говорил о влиянии света и влаги, о гибридах, о работе селекционера. Кажется, за год до этой встречи он увлекся театром Рассина, утверждал, что необходимо единство места и времени действия, мечтал о новом возрождении и, увидев впервые Москву, писал «Я предвижу возрождение в 1960-1970-е годы. Оно рассветет в России и тогда в московских театрах начнут ставить трагедии, вдохновляясь французским театром 17 века, разумеется, с новым содержанием, соответствующим строительству коммунизма. Уже архитектура в стране социализма нашла нормы больших ансамблей абсолютной монархии». Год спустя он написал хороший роман «Бомаск» и не думал больше о классиках. Он описал жизнь рабочих и крестьян в поселке, где поселился. «Это и по форме нечто новое» — повествование, записки автора, письма, газетные заметки, экономика, рассказ о крупном тресте. Я написал превесловие к русскому переводу «Пьерета Амабль» и в нем говорил «Особенно удалась Рожеваяну героиня книги. Мы ее видим, и когда она прилежно записывает в тетрадку партийные задания, и когда она сурово отвечает на любовные признания представителя той династии, которой принадлежит фабрика, и когда отдается Бомаску. В ней слиты воля и смущение, суровость и нежность. Любви посвящены сотни современных французских романов. В одних мы видим состязания самолюбия партнеров, в других скуку, повторность приевшихся слов и жестов, в третьих самоучительство. Сцена в лесу, когда Пьерета и Бомаск дают волю своим чувствам, редкая находка в современной литературе. Столько в ней страстности и чистоты. Осенью 1955 года Ваян и Элизабет заехали за мной в Савою, где я ночевал у Пьера Кота. Мы заговорились, что Рожет везет меня в Париж. Он обожал скорость. Я сидел рядом с ним и видел, как стрелка добегала до цифры 200. Мы пообедали в чудесном ресторане. Там нас попочивали лягушачьими лапками с чесноком. Беседа была извилистой и долгой. Перед тем, как уехать, мы пошли посмотреть на лягушек. Они сидели в яме, их было очень много, и те, что находились в верхнем ряду, глядели черными неподвижными глазами. Жить им оставалось недолго. Рожей глядел на них. Потом мы снова мчались. Ваян командовал «Сигарету!» Элизабет закуривала и вставляла ему в зубы. Иногда мы останавливались. Роже заказывал виски. Элизабет выпивала почти всю его порцию. Он не спорил и вскакивал в машину. Он хотел показать мне, как начинается сено. Маленький ручеек. Мы сидели в темном пустом баре. Он говорил о том, как писал когда-то стихи о Рымбо, о смерти. Она входит в жизнь. Гримаса и только. Потом неожиданно спросил «Помните глаза лягушек?» Я рассказывал о Хемингуэе и Испании, о реабилитации Мирхольда, о Москве. Опустилась ночь. Роже гнал машину и вдруг отказали фары. Он резко затормозил. Мы вышли из машины. Я закурил и при свете спички увидел его лицо, покрытое капельками пота. Мы добрались до Труа и решили там заночевать. Утром исправят фары. Он вдруг признался. Это было здорово страшно. Я дошел до времени, с которого начал. Двадцатый съезд, осень, Венгрия. Один из близких друзей Ваяна потом рассказал мне, что Роже думал о самоубийстве. Держался он хорошо, не было того духовного экзибиционизма, которым страдали некоторые интеллигенты Запада, в том числе друзья Ваяна, уходившие из партии, возвращавшиеся, снова уходившие и выкладывавшие все свои душевные терзания, чуть ли не в каждом номере левых еженедельников. Ваянда и то нехотя подписал одно из многочисленных коллективных заявлений и несколько лет спустя признался в дневнике, что жалеет об этой подписи. Он хотел молча отойти в сторону и задуматься над тем, что приключилось не только с ним, но и с миром. Элизабет повезла его в Южную Италию, в Абруци. Там он написал, кажется, свою самую совершенную книгу «Закон». Я не называю ее лучшей, но выполнена она лучше других. В романе нет никаких прямых или скрытых объяснений того, что мучила Ваяна. Это мрачная и безысходная книга. Заглавие относится к игре, которая процветает на юге Италии. Игроки бросают кости или играют короткую партию в карты. Тот, кто выигрывает, становится хозяином. У него право говорить или не говорить, допрашивать и отвечать за допрашиваемого, хвалить и осуждать, оскорблять, злословить, клеветать, унижать достоинства других. Проигравшие, подчиненные его закону, должны молча переносить все. Таковы правила игры закон. Та же злая игра определяет жизнь городка. Есть один мудрец, разоревшийся помещик Дон Чезаре. Он собирает уже по привычке реликвий некогда процветавшего древнегреческого города. Давно все стало ему неинтересным. В игре выигрывают худшие. Гангстер Бриганте после смерти Дона Чезаре договаривается с образумившейся девчонкой Мариэттой. Они совместно откроют великолепный бордель для иностранных туристов. Книга получила Ганкуровскую премию. Былые читатели и почитатели снова потянулись к Вавяну. Они считали, что 70-летний Дон Чезаре говорит за автора, которому тоже все неинтересно. А Роже в своем домике разводил растения, писал и терпеливо искал ответа на многие вопросы, которые продолжали его страстно интересовать. Закон свирепой игры не стал для него законом жизни. Три года спустя он прислал мне новый роман «Праздник». Теперь я вижу, что некоторые фразы выписаны из дневника 1956 года. Например, мысли главного героя, стареющего писателя Дюка. Он вдруг понял, что после 20-го съезда КПСС история вступила в новую фазу без того, чтобы он это заметил. Дети большевиков управляют третьей частью земного шара и они посылают ракеты на Луну. Молодой писатель Жан Марк возражает. Революция вышла из моды. Дюк говорит, она переменила имя, она примет формы, которые нельзя себе представить. Он заболел в ноябре 1964 и уже тяжело больной написал статью «Похвала политики». В ней он говорил «Мне надоели разговоры о планировании, об изучении рынков, о кабернетике, об оперативных операциях. Это дело специалистов. Как гражданин я хочу снова найти, я хочу словами вызвать политические действия. Действительно политические. Я хочу, чтобы мы все снова стали политическими людьми». В конце февраля 1965 года я был в Париже. Вернувшись в гостиницу «Пон Рояль», где я обычно останавливался и где останавливался в Аян, когда приезжал на несколько дней в Париж, я оказался в лифте с человеком, который показался мне необычайно знакомым. Он со мной заговорил. Я отвечал смущенно, думал «Кто это?» Он вышел на третьем этаже. Я жил выше. Мальчик лифтер сказал «Мне кажется, что вы не узнали мсье Роже Ваяна». Я тотчас спустился в его номер. «Роже!» Он, улыбаясь, сказал «Меня не узнают многие. Я заболел каким-то вирусным бронхитом. Вот уже три месяца. Меня лечили, стали выпадать волосы. Вот я и побрил голову наголо. Его лицо было ярко-красным, как будто он обжегся на тропическом солнце. Голова беспривычных волос выглядела другой, но глаза горели по-прежнему. Он сказал мне, что чувствует себя лучше, начал новый роман. Хочет поехать в Латинскую Америку, там народы приподнимаются, борются. Он заговорил со страстью давнего роже. Вдруг закашлялся, а когда я уходил, он спросил, как ваши цветы, мы это одинаково понимаем, сеять, пикировать, они растут, цветут, потом умирают. Помолчав, он добавил, помните лягушек в яме. Элизабет сказала Любе, что роже дотянет только до весны, у него рак легких, ни врачи, ни она ему об этом не говорят. Он, наверное, не хотел выпытывать медицинскую тайну, знал свою. Смерть это жизнь, ее последняя гримаса. Он умер в мае 1965 года в домике с розами. Восьмое Французы говорят, что одни следуют один за другим и не похожи друг на друга. Это можно сказать и про годы. 1956 год ни на что не походил. Обычно я корю себя за легкомыслие, но в ту весну, в то лето чрезвычайно легкомысленными были все, и все надеялись, умные и дураки, честные и бесчестные. Каждый, конечно, на свой лад. Одни надеялись на память, другие на забывчивость. Чересчур много было надежд, и длинные трудные разговоры о прошлом неизменно кончались улыбками. Роже воян плакал, что был не на склонах Олимпа, а в театральном зале. Что касается нас, то эту трагедию мы не смотрели, мы в ней играли, и мы не плакали. Конечно, жизнь продолжалась, люди работали, влюблялись, расставались, болели. В этот год умерли Фадеев, Брехт и Рен-Жолия Кюри, но цифра 1956 мне кажется абстрактной. Трудно объединить быстро сменявшиеся события, и мне хочется написать о том времени, не следя за нитью повествования, чтобы напомнить читателям о лихорадочном состоянии, в котором находились я, мои друзья и знакомые. Ранней весной в Стокгольме собралась очередная сессия Всемирного Совета мира, и я убедился, что чрезмерный оптимизм был болезнью свойственной не только моим соотечественникам. Все говорили о разоружении. Итальянский сенатор Корона, близкий к Нини, утверждал, что в борьбе за разоружение можно объединить все миролюбивые силы. Выступавшие, в том числе китайский министр водного хозяйства, говорили то же самое, и все друг другу улыбались. В мае Фадеев покончил с собой. Москва полнилась слухами. Хотели разгадать, почему человек железной воли вдруг выстрелил в себя. Рождались фантастические версии. В сообщении собирались указать, что Александр Александрович выстрелил себе в грудь в состоянии запоя. Между тем, писатели знали, что последний месяц он не выпил ни одной рюмки. Некоторые запротестовали. Мария Шагинян куда-то звонила, угрожала, что последует примеру Фадеева. В итоге газеты, сообщив о его хронической болезни, не попытались объяснить самоубийство состоянием опьянения. Я стоял с другими в колонном зале у гроба. Когда человек умирает, перестаешь думать о том или ином его поступке. Он вдруг встает во весь рост, и мне было тяжело, что от нас ушел большой писатель. Эта смерть как бы врезалась тенью в ту весну, когда почти все люди, с которыми я встречался, были настроены радужно. Александр Корнейчук сказал мне, что нам нужно посоветоваться с Хрущевым по некоторым вопросам, связанным с расширением движения сторонников мира. Он добавил, что Никита Сергеевич хочет познакомиться со мной. Деловая сторона разговора заняла четверть часа, и я хотел было встать, когда Хрущев заговорил о моей оттепели. Он сказал, что случайно прочитал мою повесть, не совсем со мной согласен, а потом добавил, не знаю, почему они на вас накинулись, вероятно, из-за заглавия, а заглавие хорошее. Я не спросил Никиту Сергеевича, кого он имеет в виду, говоря «Потом Хрущев начал рассказывать про Сталина. Рассказывал он интересно, и многое для меня было новым, но я не хочу об этом писать, разговор был частным. Когда он устал от рассказа, просидели мы у него часа два, я попробовал вступиться за Михаила Зощенко, которого продолжали обвинять в мнимых преступлениях. Хрущев нахмурился и сказал, что Зощенко плохо себя ведет. В Ленинграде нажаловался английским студентам. Тогда я рассказал, что произошло в действительности. В Советский Союз приехала делегация какого-то союза английских студентов. Может быть, они хорошо распределяли между товарищами стипендию и разбирались в хоккее или футболе, но общий культурный уровень их был невысок. Однако в Москве они захотели побеседовать с Самойлом Брошаком и мной. Меня долго уговаривали. Наконец я согласился и пошел в союз писателей. Разговаривали студенты отнюдь не по-джентльменски. Я отвечал резко, а Самойл Яковлевич астматически дышал. Меня возмущало, что двух далеко не молодых писателей уговорили прийти и отвечать на вопросы развязных юнцов. Потом студенты отбыли в Ленинград и там потребовали встречи с Зощенко. Михаил Михайлович пытался отнекиваться, но его заставили прийти. Один из студентов спросил его, согласен ли он с оценкой, которую ему дал Жданов. Зощенко ответил, что Жданов назвал его подонком и что он не мог бы прожить и одного дня, если бы считал это правильным. Так была создана скверная версия. Зощенко нажаловался англичанам. Никита Хрущев не дипломат, и, глядя на него, я сразу понял, что он мне не верит. Да он и сказал, у меня другая информация. Я ушел с горьким привкусом. Намерения у него хорошие, но все зависит от информации, кого он слушает и кому верит. В начале лета в Москву приехал бразильский архитектор с письмом от моего друга Жоржа Амаду. Его хорошо приняли, и он увидел все, что может увидеть иностранный турист. Он долго со мной беседовал, спрашивал, что думают о 20-м съезде обыкновенные советские люди. На следующий день в одной из районных библиотек должна была состояться читательская конференция о моей оттепели. Я отдал молодой переводчице билет и сказал, чтобы она не говорила, кто с ней. Сядьте в уголок и переводите шепотом на ухо. Конференция была интересной. Люди, не попавшие в зал, толпились на улице возле раскрытых окон. Выступавшие рассказывали о том, что пережили, говорили о больших переменах и об еще больших надеждах. Помню, как все насторожились, когда слово попросил милиционер в форме. Он сказал, что хочет выступить как читатель и растрогал всех, рассказав, что стоял на посту на Красной площади, когда подошел старый большевик, вернувшийся из Колымы, и попросил помочь ему дойти до Мавзолея. Он товарищи знал Ильича, вот что! В углу сидели красивая девушка и молодой человек. Они все время о чем-то шептались. Им начали посылать записки «Уходите, здесь не место для любовных объяснений, хватит, убирайтесь». Когда конференция кончилась, я увидел на улице бразильца и переводчицу, окруженных толпой. Я бросился к ним, объяснил, что пригласил бразильца, а это его переводчица, и люди, только что грозившие сбить рослого парня, начали его обнимать. А он благодарил меня. За один вечер он многое понял. В конце июня я поехал в Париж на бюро Всемирного Совета мира. Все только и говорили, что о докладе Никиты Хрущева. Я не понимал, почему. Для меня то было давней историей. Только на следующее утро я узнал, что газета Лемонт напечатала текст доклада. Большинство людей, с которыми я встречался, ужасались с прошлым, но верили в будущее. Были и другие. Один даже сказал мне, это закамуфлированный термидор. Жолио Кюри держал себя умно и сумел объединить участников в сессии. Необходимо добиться сближения всех миролюбивых сил. В декларации говорилось, Всемирный Совет Мира будет постоянно искать контакта со всеми организациями, работающими для дела мира. Он стремится вступить в диалог с этими организациями и предпринять с ними некоторые совместные действия на основе уважения особенностей и позиций каждого участника. Совет Мира считает, что такая деятельность должна проводиться в условиях полной независимости по отношению к правительствам и политическим партиям и единственно на пользу делу мира. Совет Мира предпримет со своей стороны, все преобразования и изменения способны облегчить такие совместные действия. Мы брали на себя серьезные обязательства. Это было, кажется, единственной попыткой обновить и расширить движение. Однако, четыре месяца спустя изменилась не только международная обстановка, но и позиции любого участника сессии. Когда я вернулся в Москву, ко мне пришли сотрудники литературной газеты и предложили написать о стихах Бориса Слуцкого. Наш редактор в отпуску, и мы статью напечатаем. Я написал небольшую статейку и ее напечатали. Я говорил о гражданственности поэзии Слуцкого. Он писал о минувшей войне, о связистках и пленных, о трудной жизни и героизме народа, без ура, барабанов и без сентиментальности. Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа, его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни. Я вспомнил Музу Некрасова, оговаривая, я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России, да и внешне нет никакого сходства. Я удивлялся, почему не издали книги Слуцкого, почему печальное стихотворение о военном транспорте с лошадьми, потопленном немцами, напечатал только журнал для детей «Пионер». Кончал я статью словами надежды, продиктованными годом. Хорошо, что настало время стихов. Редактор вернулся из отпуска, и десять дней спустя в газете появилась статья, подписанная преподавателем физики одной из московских десятилеток. По своей специальности автор статьи мог и не разбираться в поэзии, да и в родном языке, но будучи, видимо, человеком достаточно уверенным в себе, он обвинял Бориса Слуцкого в дурном мастерстве и даже в незнании русского языка. Он возмущался моей статьей. Совершенно неясно ваше утверждение о том, что народный поэт должен воспевать и какую-то смертельную усталость народа. Ее этой самой смертельной усталости я не замечаю ни у себя, ни у окружающих меня людей. Статья была написана в хорошо мне знакомом тоне и подана под заголовком «Читатели о литературе». Это также не было новым. При Сталине, когда хотели очернить писателя, печатали индивидуальные или коллективные отзывы то учителей, то кочегаров, то агрономов. В конце сентября я поехал в Венецию на Ассамблею Европейского общества культуры и там прочитал доклад о некоторых чертах советской культуры. Общество мне показалось несколько провинциальным. Его душой был итальянский профессор Умберто Кампаньола. В своем докладе он говорил о культурной политике, говорил на том языке, на котором изъяснялись почти все участники Ассамблеи. В частных беседах все они, будто философы, юристы или социологи, говорили куда проще. Многие возражали Кампаньола, говорили о том, как понимали слово «политика» Платой и Аристотель, надлежит ли применять категории Канта к морали современного общества. Кампаньола тотчас отвечал каждому. Потом началось обсуждение влияния колониализма на культурную политику. Здесь дебаты стали куда яснее. Некоторые профессора защищали колонизаторов. В Индии они помогали борьбе с эпидемиями, а в Африке открыли первые университеты. Колониализм все же осудили. Прения после моего доклада были мирными. Даже люди, настроенные антисоветски, старались говорить вежливо. Такова была политическая погода. На ассамблее я встретил двух моих приятелей, французского писателя Клода Руа и немецкого поэта Стефана Кермлица. Клод Руа был тогда коммунистом и после 20-го съезда потерял душевное равновесие. Напрасно я пытался его урезонить. Он меня измучил своими мучениями. Хермлин был спокоен. Поехал со мной во Флоренцию, в Рим. Древности Италии ему, кажется, представлялись более актуальными, нежели события минувшей весны. После конца заседаний я бродил по улицам Венеции. Это удивительный город. В нем нет автомобилей. Ночью кошки поедают рыбьи отбросы, дерутся, отчаянно мяукают. Зеленоватые тона пробираются в комнаты, даже в зрачки глаз. Венецианцы, члены общества дружбы с Советским Союзом, пригласили меня провести с ними вечер. Я поделился с ними своим оптимизмом. А в моей голове засели стихи Мандельштама, написанные когда-то в Коктебеле. Адриатика Зеленая, прости, что же ты молчишь, скажи, венецианка, как от этой смерти праздничной уйти? Заключительное заседание ассамблеи состоялось в Падуе. Я впервые увидел этот город и долго простоял перед фресками Джота. Подражать им нельзя. У человечества другой возраст, но удивительно, как не стареют произведения искусства. Фрески Джота написаны в начале XIV века. Все с тех пор изменилось, а живопись восхищает нас, как некогда восхищала паломников. Несколько дней в Риме прошли в беседах. Моравио, Карло Ленни, Протолини, Малопарте, Унгаретти, обеды и ужины, споры о корнях слов и о фактуре живописи. Словом, все без чего я не мог провести дня в каком-либо европейском городе. А здесь еще предстояло серьезное политическое объяснение. Когда я был в июне у Жоли, он говорил мне, что итальянские социалисты собираются покинуть движение сторонников мира, просил поговорить с ними, когда я буду в Италии. Джан Карло поэта, когда я сказал, что я хочу повидаться с Нани усмехнулся. Что ж, попробуйте. Нани жил в новом доме. На стене большой комнаты висела картина, написанная итальянцем, видимо, разделявшим эстетические концепции Александра Герасимова. Впрочем, о живописи мы не говорили. Сныни трудно было беседовать о чем-либо, кроме политики. Он человек обходительный, приятный, но политик с головы до ног. Впервые я увидел его в Испании в годы Гражданской войны, а потом, начиная с 1949 года, мы встречались часто на различных заседаниях и конгрессах мира. Он умел прекрасно выразить сбивчивые выступления разноплеменных сторонников мира, а председателя лучший я не видел. Он вежливо, но категорически обрывал словоохотливых людей, жаждавших повторить давно им известной истины. Нани сначала пожаловался мне, что Москва не понимает его позиций, а потом сказал, что времена меняются, социалистам с коммунистами не по пути, и он хочет добиться объединения социал-демократической партии сарагата. О своих будущих партнерах он говорил далеко неблагожелательно, но поскольку речь шла о браке не по любви, меня это не удивило. Когда он выложил все, я сказал, что увлечение к социал-демократам никак не может помешать дальнейшему участию итальянских социалистов в борьбе за мир. Но не обещал подумать и предложил мне на следующий день пообедать с ним. Меня повезли по старой Апиевой дороге, и, глядя на изумительный пейзаж, я чуть было не забыл, какой разговор мне предстоит. В ресторане оказались Ломбарди и Мартино. К моему удивлению, ныне оказался самым сговорчивым. Он упомянул о последней резолюции Бюро Всемирного Совета, указывающей на необходимость реорганизации движения, и посоветовал Ломбарди поехать на очередную сессию. Ломбарди не верил в реорганизацию, но согласился. Я считал, что дело сделано и на обратном пути в Рим спокойно любовался древностями. Осень в Риме была не золотой, а серебряной, цвета олив и пахла чайными розами. Я задержался на несколько дней в Париже и вернулся в Москву незадолго до выставки Пикассо. Еще весной при Воксе организовали секцию друзей французской культуры. Меня выбрали ее председателем. Выставка Пикассо была одним из первых мероприятий секции. Организовать ее было нелегко. Кроме картин, имевшихся в Эрмитаже и в Пушкинском музее, Пикассо прислал нам 40 новых холстов. Художественными делами тогда еще ведал Герасимов, и он пытался воспрепятствовать выставке. Но 1956 не походил на 1946 и выставка открылась. На вечере, посвященном 70-летию Пикассо, скульптор Каненков огласил послание художника. «Я давно сказал, что пришел к коммунизму как к роднику и что все мое творчество привело меня к этому. Я рад, что выставку, включающую мои последние работы, увидит в Москве широкая публика. Я часто получал письма из Москвы, в том числе письма от художников. Пользуюсь случаем, чтобы выразить им свою любовь». В перерыве приятель рассказывал мне, что на выставке шумно, вызвали даже милицию. Один из посетителей кричал, «Это не искусство, а мазня, шарлатанство!» Его пробовали унять, но он продолжал шуметь. Тогда молодые люди его выбросили вон. Впрочем, все это было присказкой. Сказка была впереди. Девятое День открытия выставки Пикассо совпал с первыми сообщениями о событиях в Венгрии. По газетам трудно было понять, что там происходит. 24 октября ТАСС сообщила, «На собрании венгерского ЦК первым секретарем переизбран Эрнио Геррио. Полетбюро назначило премьер-министром Имре Наде. Жизнь постепенно входит в нормальную колею». 25 октября Яна Шкадра сменил Эрнио Герри на посту первого секретаря. Порядок восстановлен. 26 октября Объявлена амнистия всем участникам вооруженной борьбы, которые сложат оружие. Сегодня снова вышли газеты. 27 октября Жизнь Жизнь В 30 октября В В некоторых В некоторых районах города происходит перестрелка. В тех же районах, где спокойно население включается в деловую жизнь города. Имре Надь заявил, что возглавляемое им правительство реорганизуется на основе коалиции демократических партий. 31 октября Советские войска выведены из Будапешта. К вечеру жизнь в городе стала оживляться. 1 ноября вышла газетам Кшуйшак орган независимой партии мелких сельских хозяйств. В Будапеште открыты все продовольственные магазины. 2 ноября промышленные предприятия продолжают бездействовать. Закрыты школы, театры, магазины, музеи, стадионы. 4 ноября воззвание к венгерскому народу революционно-рабоче-крестьянского правительства. 23 октября в нашей стране началось массовое движение, благородной целью которого явилось исправление антипартийных и антинародных ошибок, совершенных Ракуши и его сообщниками, защита национальной независимости и суверенитета. Слабость правительства Имра-Надя и растущее влияние контрреволюционных элементов, проникших в движение, поставили в опасность наши социалистические завоевания. Премьер-министр Яна Шкадр Я слушал передачи из Парижа Лондона. Они были пространны, но, разумеется, тенденциозны. Дух Женевы сразу выдохся. Соединенные Штаты считали, что народные демократии распадаются. Свободная Европа, работавшая в Мюнхене, день и ночь наузкивала, обещала военную помощь Запада, призывала покончить с коммунизмом. Кардинал Минсенти требовал возвращения церкви, монастырских угодий и от теологии легко переходил к политике. В Венгрию начали пребывать эмигранты. Через Австрию переправляли оружие сторонникам Хорти, совершали самосуды, а каждом убитом коммунисте говорили, что он охранник. За двое суток родилось 70 политических организаций. Лишенное авторитета правительства не могло действовать, никто не выполнял его приказов. Я не собираюсь дать исторический анализ событий 1956 года, не обладаю нужными данными, да это и не входит в рамки моей книги. Для меня было ясно, что в Венгрии, как в Польше, накопилось много недовольства, пришлось платить по счетам сталинской эпохи. В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с не меньшей волей. Ему удалось удержать народное волнение, обеспечить права Польши и закрепить ее верность социалистическому лагерю. Имрэнац не обладал ни авторитетом Гамулки, ни его волей. Он то призывал советские войска, то требовал их вывода, не мог остановить самосуды, признал политические партии, враждебные социализму и, наконец, объявил о выходе Венгрии из Варшавского блока, а это означало бы коренное изменение сил в центре Европы. Трагедия многих рабочих Венгрии в том, что, возмущенные режимом Ракоши и Герре, они вышли на улицы, боролись с оружием в руках за чуждые им цели, а трагедия советских солдат в том, что им пришлось стрелять в этих рабочих. Скажу о себе, ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни. Чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи. Я побывал в Будапеште в 1964 году. Люди свободно разговаривали, в книжных магазинах было много переводов и западных авторов, и наших. Каждый мог получить заграничный паспорт. Осенью 1963 года я встретил на Ленинградском симпозиуме писателя Тибора Дерри. Он просидел некоторое время в тюрьме, потом его освободили. Он побывал в Париже. Выступая на симпозиуме, он сказал, что в прошлом не сожалеет ни о чем. Лукач работает в Будапеште, его книги издаются. Юлиус Гай, которого я знал в Москве, уехал на Запад, а молодые писатели, с которыми я встречался, спорили о том же, о чем спорят их сверстники в Праге, в Москве, в Варшаве. Вернусь к осени 1956 года. Воспользовавшись сумятицей, Израиль, а тотчас за ним Англия и Франция напали на Египет. Англо-французская авиация бомбила египетские города. Израильская армия заняла газу. Соединенные Штаты в ООН осудили агрессоров. Советский Союз потребовал немедленного прекращения военных действий. 7 ноября кровавая затея была остановлена. 2 ноября мне позвонил в Новый Иерусалим Петр Поспелов. Сказал, что он и Лазарь Каганович хотят срочно со мной побеседовать. Я ответил, что у меня нет машины. Поспелов сказал, что машину тотчас пошлют, и 3 часа спустя я оказался в ЦК. Кагановича не было. Поспелов сказал, что он ушел час назад, у него срочные дела, но он поручил Поспелову побеседовать со мной. Я думал, что разговор будет о Венгрии. Петр Николаевич однако показал мне текст обращения протестующего против нападения израильских войск на Египет. Меня удивило, что речь шла почти исключительно об Израиле. Англия и Франция упоминались мимоходом. Я сказал об этом Поспелову. Петр Николаевич несколько стеснен и объяснил мне, по мнению Кагановича, с которым он согласен, воззвание должно быть протестом советских граждан еврейского происхождения против действий Израиля. Потянуло февралем 1953 года. Я сказал Поспелову, что я не больше отвечаю за Бен-Гуриона, чем он, и охотно подпишу этот текст, если он советский гражданин русского происхождения, его подпишет. Воззвание было опубликовано в «Правде» 6 ноября. Инициатор Лазарь Каганович своей подписи не поставил, но подписали текст 32 человека, среди них журналист Заславский, писатель Натан Рыбак, академик Мин и другие. Секретарь Поспелова вызвал машину, которая должна была доставить меня в Новый Иерусалим. Водительница, узнав, куда меня нужно везти, воскликнула «Не поеду!» И добавила, «Боюсь одна возвращаться. В это лето было несколько случаев бандитских нападений на шоферов. Я сказал, что попрошу другую машину. Она вдруг запротестовала. Да я вас отвезу! Просто разнервничалась!» Когда мы выехали из Москвы, она сказала, «А как тут не нервничать? Ведь что делают? Людей убивают, рабочих!» Я решил, что она возмущена бомбежками Суэца. Она усмехнулась, «Да я про другое! Капиталисты иначе не могут! Я про наших! Что в Венгрии делается?» Она минуту помолчала, а потом снова заговорила, «Вот объясняет, что виноват Ракоши, а я его во время войны возила. Знаете, у меня грудного ребенка убили, осколок бомбы. Он у меня на руках был. Я от горя с ума сошла, не ела ничего, не спала. Вот кто-то из шоферов мне сунул в рот папиросу. Я затянулась и легче стало, туман в голове, начала курить. Ракоши от кого-то услышал про мою историю, и когда получал папиросы, половину давал мне. Он со мной вежливо разговаривал, не как наши, а выходит, что рабочие его не захотели. Мне один из отдела рассказывал, что большой завод против нас. Ничего я не понимаю, голова кругом идет. Шла голова кругом и у меня». 18 ноября в Хельсинки состоялось расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Я видел немало сессий и заседаний, происходивших в трудных условиях, но ничего похожего на то заседание не мог себе представить. Нужно было сохранить единство движения, хотя приехавшие не только по-разному рассматривали венгерские события, но неприязненно поглядывали друг на друга. В западных странах чуть ли не ежедневно происходили антисоветские демонстрации. Я знал, что Эрио, Мариак и Сартер вышли из общества франко-советской дружбы. 18 ноября рано утром ко мне пришел Достье. Я позвал Корнейчука. Достье сказал, что необходимо предотвратить раскол, предложил компромиссную формулу. Мы посоветовались и решили согласиться. Началось длительное и хаотическое обсуждение венгерских событий. Итальянские социалисты требовали решительного осуждения Советского Союза. Австралийцы их поддерживали, но в более мягкой форме. Были и другие представители Запада, которые осуждали советское вмешательство. Бог ты мой, сколько пылких речей и гневных реплик я выслушал. Мы пообедали, а вечером поужинали в том же помещении. Настала ночь, споры разгорались. Наконец, в 8 часов утра мы проголосовали единогласно за резолюцию, которую составил Достье. Вот абзац, где шла речь о том, что нас разделяло. Совещание обсудило прискорбные события в Венгрии. Совещание признает, что как во Всемирном Совете, так и в национальных движениях за мир по этому вопросу существуют серьезные разногласия и есть противоположные концепции, что не позволяет сформулировать общую оценку. Несмотря на эти расхождения, Совещание единогласно признало, что первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, холодная война с долгими годами ненависти и недоверия, политика блоков и, с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и использование этих ошибок зарубежной пропагандой. Совещание единодушно сожалеет о трагическом кровопролитии в октябрьские и ноябрьские дни и выражает венгерскому народу в этих испытаниях свою братскую симпатию. Итальянские социалисты не участвовали в голосовании. Они приехали, чтобы обосновать свой ход из движения. Все остальные проголосовали за текст Дастье. И советские делегаты, и польские, и австралийские, и генерал Карденас, и Марк Жакье, и Кичлу. Когда я возвращался в гостиницу, было темно. Блистала огнями большая предрождественская елка. Финны шли в банки, в учреждения, в магазины. Я заказал в гостинице кофе. Не хотелось спать, да и трудно было себе представить, как провести день в этом чужом городе. На столике стояла нелепая ваза начала нашего века. В нее милая секретарша финского комитета мира поставила две хризантемы. Ваза была с трещиной, скатерка оказалась промокшей. Я сидел и думал, что-то изменилось не только в нашем движении, но и в каждом из нас. Мысли путались от усталости, от глубокой невыразимой печали. Я понимал, что Венгрия расплата за прошлое, но она стала преградой к будущему, и в то утро мне казалось, что преграду не сломить. Мне повезло, я на час задремал, можно было не думать. Когда я вернулся в Москву, я увидел в литературной газете письмо ответ советских писателей французским. Текст мне не очень понравился, был пространен и порой недостаточно убедительным. Однако шла война, и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо. Вместе с Паустовским и другими писателями я присоединился к письму. Я видел имена французских итальянских писателей под различными обращениями, связанными с событиями в Венгрии. Сартр, Клод Руа, Шамсон, Симона Бавуар, Моравия, Протолини, Витарини, Ваян, Веркор, Мадоль, Муруа, Превер, Клод Морган, Кассу, Ламинак, Пьер-Эч-Мануэль и другие протестовали против действий Советского Союза. Среди них были и наши вчерашние союзники, и люди умеренных воззрений, еще вчера стоявшие за расширение культурных связей, мои друзья и люди, которых я едва знал. После оттепели, показавшейся не только мне, но и миллионам людей началом весны, наступали заморозки. Я пытался сделать все, что мог для того, чтобы помешать возобновлению холодной войны. 1 декабря литературная газета поместила мое письмо в редакцию. Я кончал его словами. Мне кажется, нужно уметь отделить наших друзей, которые в том или ином вопросе расходятся с нами, от людей, призывающих к разрыву с Советским Союзом и с коммунистами. Некоторые круги Запада теперь стремятся возродить климат холодной войны и разъединить деятели культуры, преданных делу мира и прогрессу. Я считаю, что в наших интересах, в интересах мира, сделать все, чтобы этому воспрепятствовать. Еще летом я предложил от имени секции друзей французской культуры писателю Веркору привезти в Москву выставку современной художественной репродукции. Веркор, как я упоминал, подписал один из протестов. Он думал, что мы отложим выставку до лучших времен. Я предложил ему наоборот ускорить свой приезд в Москву и открытие выставки. Он согласился. Обмен письмами был опубликован во Франции и у нас. Жолио Кюри решил собрать в Париже вице-президентов Всемирного Совета мира, обсудить, что делать дальше. Французское правительство отдало визу Корничуку, А меня в Париж не впустили. Видимо, боялись не жесткости, а мягкости. Зимой тоскливо просыпаться по утрам в маленьком домике с давленным сугробами. Дни куцей кругом никого, только синицы и воробьи прилетают с облазненной крошками хлеба. Я вылечился от недавнего простодушия. Понял, что понадобятся долгие годы, может быть, десятилетия, прежде чем мы окончательно растопим огромные льдины холодной войны, прежде чем у нас весна войдет в свои права. Я думал, что вряд ли до этого доживу, но этим нужно жить, за это бороться. Десятое После оттепели я не написал ни одного романа, ни одного рассказа. В 1957-1958 годах я отдавал все свое время очеркам о литературе, об искусстве. Сейчас я задумался, почему? Может быть, мне надоело выдумывать? Александр Дюма, когда ему стукнуло шестьдесят, перестал писать. Он иронически поглядывал на своего сына, который незаметно клал на письменный стол отца чистые листы бумаги и однажды не выдержал. Не старайся зря, больше писать не буду, хватит. А я продолжал изводить бумагу. Право же, я мог бы выдумать еще один или два романа. Это, пожалуй, легче, чем писать о чужом творчестве. Автор романа или рассказа вправе изменить, если не характер, то поведение своих героев. Чехов переделал развязку рассказа невеста. А когда я писал о Чехове, я не мог ничего изменить ни в его природе, ни в его творчестве. Я много работал, написал предисловие к книгам Исаака Бабеля и Марины Цветаевой, перевел баллады Франсуа Виона, сонеты дюбиле, старые французские песни, напечатал очерки о некоторых чертах французской культуры, о Стендале, о художниках-импрессионистах, о Пикассо, о Поле Элюари. В 1957 году я побывал в Японии и Греции. Эссе об этих странах вместе с написанными ранее индийскими впечатлениями составили книгу. Потом я занялся чешским художником середины прошлого века Карлом Пуркиным и, наконец, сел за книжку о моем любимом писателе Антоне Чехове. Мы увидели, что Запад не знает ни нашей литературы, ни нашего искусства. В памяти некоторых людей старшего поколения на Западе остались гастроли Театра Мирхольда, Таирова, Вахтангова, броненосец Потемкин, 12 блока. Люди помоложе ничего не помнили. Они восхищали Шостаковичем, чтили Маяковского, которого знали скорее по биографии и по фотографиям, нежели по стихам, и с уверенностью говорили, что русские лишены пластического гения. Они хорошо поют, особенно хором, а за границу посылают огромные холсты, похожие на раскрашенные фотографии. Никто не знал стихов Пастернака и доктора Живага приняли как произведение никому неведомого гения. Когда показались молоденькие задорные поэты Евтушенко и Вознесенские, их ждал на Западе подлинный триумф. На вечера поэзии Евтушенко пришло больше французов, чем приходили когда-либо на встречи с французскими поэтами, исключаю похороны Гюго. Дошло до явных курьезов. В Италии вышла специальная монография о выдающемся художнике Новой России Илье Глазунове. Наша молодежь ничего не знала о Мьерхольде, никогда не читала стихов Мандельштама или Марины Цветаевой, не видела холстов прекрасных наших художников, раннего Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Шагала, Малевича, Фалька. Холсты живописцев Запада Моне, Дега, Моне, Сезанна, Матисса, Пикассо были спрятаны в таинственные фонды. Кавку критики поносили. Это было общеобязательным, но никто, даже критики, не знали, что Кавка писал. Когда в 1957 году в книжный магазин Истры привезли несколько экземпляров рассказов Исаака Бабеля, они долго лежали на полке. Никто не слыхал о Бабеле, и его путали с немецким социал-демократом Бебелем. Для молодых людей, вошедших в жизнь после 20-го съезда, слишком многое было неизвестно. Я перешел к новому для меня жанру не от душевной лени, а от сознания своей ответственности перед читателями. В начале мая 1957 года я вернулся в Москву из Японии. Ко мне пришел взволнованный Вениамин Каверин и сказал, что завтра состоится встреча писателей с руководящими товарищами, намечается крутой поворот к лучшему. Хотя я и сомневался в оптимистическом прогнозе Вениамина Александровича, навстречу пошел. В дверях я столкнулся с Дмитрием Шипиловым, который почему-то сказал мне, вам необходимо выступить. Грибачев резко нападал на московских писателей. Выступали многие писатели, отстаивавшие право писателя говорить правдиво или наоборот вспоминавшие клуб Петюфи и нападавшие на тех, кто показывает теневые стороны жизни. Я выступил и попытался поспорить с теми, кого потом произвели в автоматчиков. В итоге Хрущев сказал, что он согласен с суждениями автоматчика Грибачева. Неделю спустя нас снова пригласили на встречу, которая должна была состояться на правительственной даче, расположенной довольно далеко от Москвы. Сначала все бродили по аллеям вокруг пруда. Навстречу шел тот или иной ответственный товарищ, окруженный братьями-писателями. Потом настал час обеда. Народу было много. Все рассели за длинными столами. Разразилась гроза с проливным дождем. Столы стояли под навесом, но приходилось то и дело приподнимать брезент. На нем образовался второй пруд. Промокшие музыканты и певицы жались поближе к сухому месту. Обстановка была шекспировская. Гром то и дело громыхал, да и реплики хозяина стола были грозными, и их не могли скрасить ни коньяк, ни жареная рыба, изловленная по заверению меню в местном пруду. Хрущев нападал на Симонова, Шагинян и почему-то особенно на Маргариту Лигер. Константин Федин покаялся в том, что чего-то не додумал. Леонид Соболев горячо поддержал хозяина стола. Я не выдержал и ушел до конца обеда. В августе в газетах было напечатано сокращенное изложение выступления Хрущева под заголовком «За тесную связь литературы и искусства с жизнью». В нем мало говорилось о литературе и искусстве, зато автор неизменно возвращался к своей новой оценке Сталина. Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке жестокой борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами. В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции нашей страны за социализм из истории советского государства. За это мы ценим и уважаем Сталина. Мы были искренними в своем уважении к Иосифу Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас в оценке его положительной роли в истории нашей партии и советского государства. Нападки на писателей были связаны не с критикой литературных произведений, а с изменением политической ситуации. Московскую организацию писателей Хрущев корил за то, что некоторые писатели отнеслись серьезно к тому, что он год назад рассказывал о Сталине. Хрущев упоминал о Венгрии, хотя слишком очевидным было различие между страной, которой еще недавно управляли фашисты, и социалистическим государством, родившимся 40 лет назад, где трудно было сыскать человека, жаждущего восстановления капитализма. Хотя была отстранена антипартийная группа, слишком связанная со сталинской эпохой, Хрущев пытался реабилитировать Сталина. Наступали заморозки. Люди старались не вспоминать о 20-м съезде и, конечно, не могли предвидеть 22-й. Молодежь пытались припугнуть, и студенты перестали говорить на собраниях о том, что думали, говорили между собой. Страх, заставлявший людей молчать при Сталине, исчез. Он заменился обычными опасениями, существующими в любом обществе. Если много кричать, пошлют на работу подальше от Москвы. Вместо объяснений предшествующего периода молодое поколение получило шотландский душ. Сталина то низвергали в бездну, то прославляли, тем самым мораль подменили карьеризмом. К 40-летию октября была созвана юбилейная сессия Верховного Совета. Собралась она на центральном стадионе. Впереди сидели депутаты, а за ними свыше 10 тысяч приглашенных. Хрущев читал длинное выступление, делал это он редко, обычно прочитав страничку, засовывал текст в карман и переходил к живой речи. На этот раз он читал, часто ошибаясь, и лицо у него было сердитое. За ним сидел громоздкий Мао-Дзэдун с непроницаемым лицом. Хрущев повторил восхваление Сталина. Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное. Раздались аплодисменты. Поворот был резким, и я это почувствовал на оценке моих скромных литературных работ. Еще в 1956 я написал предисловие к избранным стихам Марины Цветаевой. Книга задерживалась, и мое предисловие напечатал альмонах «Литературная Москва». Хотя на совещании никто о предисловии не упоминал, много говорили об альмонахе, он приводился как доказательство ревизионистских настроений московских писателей. По древней заповеди надлежит о мертвых ничего не говорить или говорить только хорошее. Цветаева умерла в 1941 году. 15 лет это слишком большой срок для поминок. Илья Эренбург, задержавшись на поминках, продолжает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и рвать на себе волосы. Цветаева повторяет зады Смертяжкина. Нам жаль усилий Эренбурга. Положительно зря возводит он в перл поэтического творения дорожные грехи праздно шатающиеся музы. Выражение Вяземского. Другая статья заключала такое суждение. Эренбург дал в альмонах предисловие к книге стихов Марины Цветаевой. Книги, еще не вышедшие в свет, пытаясь утвердить за декаденствующей поэтессой, чье имя и поэзия не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку забвения право на сочувственное внимание массы читателей. стихи памяти «Именно этот очерк». «Именно» российских предислови христиен на сочетании «Именно» в написании сердечных дел Анри Бейля, хотя Стэндаль это делал во многих своих книгах. Вероятно, критиков разозлил Стэндаль, написавший на полях рукописи Люсьена Левена. Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через 50 лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор. Прошу читателей простить мне столь длинный рассказ о давних литературных неприятностях. Право же я сделал это не для того, чтобы пококетничать былыми царапинами. Я хотел показать все бессилие атаковавших и стихи Марины Цветаевой, и прозу Бабеля, и живопись импрессионистов, и художественное мышление Стендаля. Конечно, люди, читавшие тогда «Знамя» или «Октябрь», не могли познакомиться с поэзией Цветаевой или с холстами Сезанна, но критикам не удалось оттолкнуть читателей от меня. Критики согласовывали в свои оценки с тем или иным товарищем, но согласовать со временем ни своей хулы, ни своих острот они не могли. Время подтвердило одно, перечеркнуло другое. Может быть, думали нападками сломить меня? Когда-то молодой Тихонов написал стихи о людях, из которых можно было делать гвозди. Из моих сверстников многие погибли, многие, не выдержав испытаний, умерли, но некоторых уцелевших время переплавило. Мы действительно стали гвоздями. Мы стали неисправимыми и печальными оптимистами. Гвозди оказались склонными к тому, что в литературе называют романтической иронии. Они посмеивались и друг над другом, и над различными молотками. Это воистину особое племя. Для меня те годы были хорошим испытанием. Я понял, можно писать и нужно писать. Когда я отходил от машинки и спускался по крутой тропинке моего сада к речке, я думал о том, что стало последним заданием моей жизни. О книге воспоминаний.